доброе время дорогие друзья меня зовут павел хавский сегодня у нас с вами в этот осенний прекрасный вечер великолепный гость знаете осенью вечером хочется чем кинематографичным поэтому сегодняшний наш с вами гость в чистом виде это кинематография мы должны с вами за это энное количество часов не просто послушать умного человека прям посмотреть великолепную историю того что из себя представляет его жизнь и так немножечко информации небольшая подводка на эти я почитал ребята значит из касперского сделали такой подсчет что примерно плюс-минус 50 процентов всех писем которые мы с вами получаем электронным образом это спам и примерно треть из этих писем отправляется из территории нашей с вами необъятной родины и еще ребята из сэн юс подсчитали что за прошлый год оказывается аж целых 70 на 73 процента почти в два раза увеличилась активность спама ну в общем можно сказать что спам знаете окружает нас везде и всюду как бактерии мы там где-то телефон чуть-чуть бывает выключаем где-то ставим пост на автоудаление не как-то сильно на это не обращая внимание но на самом деле мы все поголовно все кто сейчас присутствует на этом стриме вообще кто имеет подключение к интернету так или иначе пересекаемся со спамом я подумал можно фактически назвать спам пожалуй самым влиятельным явлением в интернете даже не беря во внимание стриминговый сервис и что-то прочее потому что совсем мы так или иначе пересекаемся более менее осознанно со спамом пересекаются все и как правило неосознанно и сегодня у нас с вами в гостях человек которого не самое не авторитетное явление в интернете назвала королем спама поэтому сегодня у нас с вами в гостях человек легендар с кинематографической судьбой которую мы сегодня дай бог вместе с ним прокрутим это петр левашов прошу любите жаловать сегодня он будет энное количество времени бороться с теми вопросами которые буду ему задавать и вы я надеюсь мои дорогие тоже будете ему задавать петр у нас с вами удивительная платформа пока вы просто сидите улыбаетесь и смотрите на меня зрители вас не увидят дайте пожалуйста какой-нибудь обратный звуковой сигнал и тогда увидят того ради кого они пришли павел здравствуйте да очень приятно от вас видеть рад вас видеть рад рад видеть всех ваших слушателей постараюсь вас не разочаровать буду отвечать как можно подробнее и в то же время не уходя влево и вправо от сути вопроса поэтому давайте скорее начинать что вы приготовили жду ваши вопросы с нетерпением и так петр смотрите вот я что предлагаю поскольку все таки у нас вечер кино я предлагаю на две серии разделить вашу судьбу вот это вот серия шиллеровские разбойники и серия поймай меня если сможешь вторая часть так вот первая серия про то как вы стали легендаром поскольку мы сегодня с вами говорим как с легендаром и вот хотелось бы от нуля до точки x сначала пройтись потом так раз 2 серия и начать движение дальше немножко о том как вообще начинался ваш путь петр петра левашова который просто был в какой-то момент маленьким мальчиком в ином в ином государственное количество лет назад у меня к вам вот какой первый вопрос скажите пожалуйста мне кажется это всегда всех интересует вот у вас прям пошли на лице написано что такой юркой человек вот вам как вы думаете когда первая вообще идея заняться бизнесом пришла так но если мы говорим не о криминальном бизнесе а просто бизнесе то наверное первое что приходит в голову это продажа мороженого я мне 42 года мы с вами наверное почти ровесники я когда был молодым мне было 8 может быть 10 лет у метро торговли не было никакой вообще это был выход из метро и все никаких ларьков ничего и соответственно ну может быть появлялись первые ларьки но было очень мало и мы покупали просто большую коробку с мороженым в мороженице приносили ее к метро вот так открывали крышку писали 6 рублей или 5 рублей я не помню стоимость или 3 рубля и это коробка мгновенно улетала стройной наценкой то есть то что мы платили за коробку в 15 минутах езды на трамвае мы получали в три раза больше занимало это пока полчаса может быть 40 минут вот это были такие первые бизнес бизнес-проекты я был тогда очень молодым то есть здесь действительно это было по 2 3 класс то есть нас было трое потому что мы боялись что у нас отнимут мороженое отнимут деньги но зарабатывали первые деньги а а потом что еще приходит в голову это просто работа на даче или где-то тоже собрали небольшую бригаду уже подростков красили дома строили бани сносить любили больше чем строить но тоже зарабатывали достаточно неплохие деньги зарплату взрослых людей за неделю наверное можно было сделать то есть печи мы класть не умели зато сносить умели очень хорошо и нам за это платили вот покраска тоже очень нравилось пенотекс была такая классная краска пока красишь еще можно было посмотреть различные мультфильмы в голове не очень было полезно но вроде не отразилось на интеллекте скажем так вот а если говорить о первом о первом спаме да или о первых идеях как я вообще стал стал заниматься спамом и хакингом тоже очень интересная на самом деле вещь то есть это был уже в институте мне было 16 лет 17 первый курс института я устроился на работу мне помог отец системным администратором в небольшую компанию и там все использовали мессенджер icq а он был тогда наверное единственным был еще а он мессенджер но у нас он был непопулярным в россии все использовали аську и меня очень обидело что у всех ну у многих людей короткие номера шести знаки а мне тогда достался уже семи знак или даже восьми знак соединиться меня это расстроило я задался вопросом как же можно получить короткий номер быстро понял что но можно восстановить пароль запросив на email и просто стал собирать email сначала ручную из красивых номеров то есть по сути email может испортиться вот вот что хотел сказать еще чтобы получить доступ к вашему email достаточно чтобы вы просто три месяца не пользовались вашей веб-почтой но в mail.ru это не так а вот в таких сервисах как yahoo во многих других стоит вам три месяца не заходить система считает что вы уже умерли и освобождает ваш аккаунт для последующей регистрации то есть вот этим я занимался просто регистрировал email которым никто не пользуется пытался восстановить пароль а в какой-то момент надоело делать это руками я написал простой скрипт собирающий эти email с компании icq запустил его на ночь дома и пошел спать а утром открыл компьютер и увидел что я стал обладателем базы в 50 или 60 миллионов адресов то есть не было там никаких тайм-аутов у них они просто отдали мне все имейлы своих клиентов и тут вот в этот момент как сейчас говорят купил фотоаппарат стал фотографом а я по сути как бы получил бесплатно большую базу активных имейлов большинство из них активных не стал думать что с ним делать и вот тогда я просто разослал по моему тоже с домашнего компьютера может быть с рабочего разослал первый свой спам который по сути был давайте я вам что-нибудь прорекламирую и в этот же день получил несколько заказов то есть я в первый день сделал свою месячную закладу системного администратора и понял что это довольно выгодный бизнес то есть по сути все начиналось вот с такой вот базы данных которая случайно попала мне в руки но потом дальше уже меня просто заметил скрип был такой мужчина скажем так он есть и сейчас он ушел уже с политической жизни он украинец вот он пригласил меня на свой форум карты планет это один из первых форумов где люди покупали продавали карточки был 99 или 2000 год я ему так понравился что он дал мне сразу звание модератора раздела спам на своем форуме я помог ему закрыть одного из конкурентов у него были конкуренты которые тоже продавали карты и он попросил меня не могу ли что-то с ними сделать а я разумеется мог потому что спам он вызывает и негатив достаточный и у меня уже скопилось к тому времени база тех кто постоянно жалуется везде где можно абьюзеры так называемые я сделал небольшую рассылку его конкурентов и за три часа их просто смыло а он я так понял несколько месяцев пытался решить эту проблему большими деньгами заказывал доз на этих конкурентов что только не делал и вот я так произвел на него впечатление и с этого момента я стал подниматься уже в криминальном спаме то есть мне все больше и больше приходило заказов ну на различные там два просылки фишинг рассылки malware все что угодно как-то так что-то в районе 20 лет я правильно понимаю вам было да я начал в 99 году заниматься спамом а закончил вынужден в 2017 в апреле когда меня арестовали в испании по запросу сша мы к этому еще подойдем не будем да это у вас конец первой серии я понял да ну в общем получается 18 лет я занимался спамом я такую вот характеристику прочитал о вас у ребят которые свое время прям наводили ужас спам хаус они зовутся они вас охарактеризовали если переводить на русский язык что самый из самых долго действующих криминальных повелителей спама в интернете как вы к такой характеристике отнесетесь я бы хотел тоже дать характеристику спам хаусу в свою очередь это сетевые вымогатели целиком криминальный бизнес который вымогает у честных провайдеров интернета деньги за то что они удалят их айпи адреса из своей криминальной базы то есть это целиком криминальный бизнес который выживал и сейчас еще существует за счет внутренних юрисдикций мощных юридической поддержки по сути они могут просто убить любой хостинг бизнес загнав ваши сети в свои базы и ничего вам не объяснять то есть то что ну сейчас это все уже отходит и не так много пользуются такими блэк листами провайдеров потому что они сами поняли что то есть как только провайдеры начинают пользоваться этим у спам хауса появляется сила то есть но вот я считаю их ничем иным чем как сетевыми вымогателями а насчет своей характеристики вот там она на английском там слова повелителя нет там спам лорд они называют меня очень самом деле до долгодействующим спам лордом интернета ну наверное да если так посмотреть сколько лет я уделил спаму и когда я начал я начал одним из первых прямо скажем то есть в россии так точно даже те шаблоны например то есть для рассылки писем я использовал определенные шаблоны рандомизации который придумал сам стандарт шаблона то есть какие скобочки как ставить синонимы и это стало стандартом индустрии то есть сейчас можно открыть любую спам программу и они будут использовать стандарт шаблона который я когда-то придумал сидел и думал какие бы мне использовать скобки чтобы их потом не пересекались со скобками которые вдруг людям понадобятся да то есть круглые явно нельзя потому что круглые используются в тексте спама и какой поставить разделитель между синонимами чтобы в каждом письме выбиралось либо это слово либо это вот они сейчас пайпы вот эти фигурные скобки это то что я родил каким-то вечером когда сидел и придумывал формат и сейчас это все используют наверное какие-то есть как бы такие азы которые я вложил в области это очень приятно в целом так лордом вас можно назвать можно да вот я корону корону сейчас ходил вот она здесь спам лордом вполне можно называть королем ботнетов можете еще или просто хозяин если хотите называйте просто хозяин мастер 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 левашов так ну и значит если вы сказали что вы за один день получили заказов на фактически месяц своей зарплаты логично что все это у вас масштабировалась вряд ли бы вы остановились на достигнутом меня вот какой вопрос чтобы сформировать вот этот вот образ легендарного персонажа было ощущение опьянения деньгами в определенный момент что вау сам черт мне не брат я уникальный ну я считаю что деньги портят людей бесспорно то есть большинство людей тяжело пройти испытания большими деньгами если вы сейчас богат вы задумайтесь оглянитесь кругом вы теряете друзей прямо сейчас надо что-то делать вот но кому-то удается бесспорно я не говорю что все такие а у меня опьянения лично не было кто-то мне говорит что со мной было тяжелее общаться то время чем например там сейчас но мне кажется это просто процесс взросления как бы роста личности я помню удачный свой самый удачный день тогда мы занимались рассылкой стопов pump and dump так называемый накачка сброс перевели на русский когда выбирается шить и компания такая из третьего эшелона и спамом ее акции разгоняются до небес а там их скидывают и получают сверхприбыли вот тогда в один удачный день я заработал 200 тысяч долларов то есть один единственный день дал мне 200 тысяч не стоит это экстраполировать на 18 лет и еще что-то но вот тогда действительно я помню что я сидел и ощущал вот то что называю успех ну есть дешевый вариант можно купить амфетамин на не используйте никакой наркотики я шучу на всякий случай уточню а но это вот эндорфины которые выделяются естественным путем и ты чувствуешь успех это вот вот что-то такое было да но это было буквально вот когда свалилась за один день много и вот так вот чтобы просто когда у тебя все есть и ты считаешься при алену всех такого наверное пожалуй не было просто какие-то личные ощущения хорошо давайте тогда знаете какому вопросу подойдем я думаю просто это всех сейчас очень интересует все в ожидании вот у вас достаточно спокойная жизнь там вы не вы не опьянены деньгами вы помните первое ощущение когда появилось чувство что вы под под колпаком у кого-либо у спецслужбы у правоохранительных органов ну во первых меня часто спрашивают в россии спрашивали здесь спрашивают в америке а как российские спецслужбы нанимают хакеров как они там с ними работают тебя нанимали ли не нанимали для меня это просто полный бред то есть нанять человека а социального который непонятно где находится на что-то серьезное но это в принципе невозможно то есть как вы собираетесь управлять вот этой армии хакеров если вы представите что у путина а или там у трампа есть армия каких-то хакеров да не те которые служат а те которые вот так а социально работают а часть из них наркоманы часть из них алкоголики у кого-то вообще голова едет у нас есть одиозные брюнети персоны которые ну как бритни спирс немножко кажется неадекватными уже то есть как вы с ними будете работать вот вы им дадите приказы на взлом там чего-то они выложат ваши приказы в паблик в интернет просто вот и что дальше какие у вас рычаги давления на них а если мы говорим о том что это просто человек служит уже под вашим началом то он уже не хакер вы просто наняли на службу там на работу кого-то я лично никогда не получал никаких в россии чем я же был достаточно публичным человеком то есть она на десятки форм был модератором я активно увлекался во всякие дискуссии когда в эстонии снесли в таллине памятник я активно участвовал в таком кибер ответе скажем на это памятник русскому солдату не знаю помните в 2008 году по было ли в девятом уже тогда при балтийской республике вели себя достаточно странно по отношению к нашей памяти вот и ко мне можно было обратиться то есть мне можно было просто написать на мой контакт джавери искать пётр ты нужен твоей стране там давай вот сделай нам то-то и то-то да у меня же было по сути батнет позволял мне иметь точки входа во многие сети в американские европейские то есть приди и скажи пётр нам нужны военные базы там сша там у тебя нет каких-то там ботов там или есть у тебя правительственные документы за все время никогда не получал таких предложений и все люди с которым я работал никто мне никогда об этом не рассказывал то есть из этого я делаю вывод что по крайней мере в россии ну нет никаких вот таких групп хакеров которые работают на правительство или что-то такое в любой другой стране я тоже это слабо представляем как бы вот поэтому под колпаком ну вот когда в америке были дела против моих партнеров по стокам папам дам это алан ральский еще какие то есть их арестовывали и мое имя было тоже в обвинительных заключениях как пётр севера то есть они не знали никто и нигде нахожусь но уже как как персора для розыска я уже был но это можно назвать что уже где-то дело против тебя есть но до самого момента ареста я считал что я мало кому-то интересен ну кто я такой я рассылаю себе письма то есть я не ворую деньги я не занимаюсь ничем другим кроме как рассылкой писем электронных за это сажать человека терроризм кругом наркотики убийства вы серьезно то есть вы хотите посадить того кто шлет емейл я я думал так поэтому 7 апреля 2017 года для меня это был сюрприз когда меня арестовали и вот я считаю что в этот момент я понял что я под колпаком а до этого да и у меня была строчка в спамхаусе там пётр севера там даже была моя реальная фамилия но петров левашовых только в россии там 200 с чем-то человек а вообще левашов это очень распространенная фамилия то есть в питере просто левашовых если убрать петра сотни и сотни сотни вот поэтому не было ни адреса ни телефона там все данные которые у них были паспортов это все было полная лажа поэтому я чувствовал себя достаточно спокойно я путешествовал под своим паспортом ну по пять раз в год я летал европейский союз вот в тот год когда меня арестовали в испании в апреле я до этого был в греции а в январе был финляндии это все евросоюз то есть я считаю что меня могли арестовать и гораздо раньше чем ну если бы захотели но тогда вот в семнадцатом году было арестовано пачкой очень много народу то есть тот же саша винник был арестован станислав лесов с которым я кстати в испании сидел в одной камере то есть нас арестовали с интервалом в несколько месяцев и посадили в итоге в одну тюрьму и мы могли какое-то время даже вместе сидели по сути в одной камере как сокамерники два русских хакера пока видимо где-то там у кого-то что-то не сработало и они нас не раскидали по разным тюрьмам вот и тогда это была просто охота на ведьм связанная с политикой в сша то есть были в шестнадцатом году выборы которые выбил дональд трамп и он кому-то был вот костью в горле а фбр это целиком демократическая структура в америке я думаю что просто была команда берем всех кого знаем на кого хоть что-то есть до кого можем дотянуться может быть кто-то из них расскажет как он помогал трампу сломать выборы и тогда пять или шесть человек арестовали и также экстрадировали из испании пули то есть у меня был очень хороший адвокат испании я по испанским законам у меня было все чтобы я не подлежал экстрадиции вот все четыре пункта у них законов почему нельзя экстрадировать все все четыре пункта у меня были а я их все доказал то есть у меня есть военная учетная специальность секретная я получал образование в политехническом университете я офицер запаса я офицер ракетчик у меня секретная учетная специальность у нас были тетрадочки сгрушированные такие с подписью нельзя было выносить у нас был офицер-секретчик который нам ничего не рассказываете там. О том, чтобы сфотографировать на телефон, вообще речи не было. То есть телефон издавали при входе на военную кафедру. И это все, они мне дали бумагу о том, что я прослушал секретный курс, я ее предъявил в испанском суде. Потом я собирался, ну, занимался одной из активностей, когда был еще молодым, я собирал подписи. То есть мы собирали подписи на выборы, но не на единую Россию, мы собирали на другие партии. Как правило, обычно сборщик несет там 4-5 слов за разные партии, люди просто зарабатывают деньги там. Бабушка подпиши, пожалуйста, вот за этого кандидата, а подпиши еще за этого кандидата. Вот этим я занимался, у меня бригада была почти 300 человек на пике. То есть это тоже политическая активность, по сути. Мы наблюдатели на выборы поставляли там от разных партий. Это я тоже доказал в суде Испании, что я связан с политической активностью в России и тоже по законам Испании я не могу быть экстрадирован в другое государство. Вот. И еще два там уже менее важных, но тоже все 4 мы все доказали, не говоря о том еще, что был запрос из России, не конкурирующего, из моей страны, где я прожил всю жизнь, все равно меня со свистом выдали в США. И то же самое произошло со всеми, и это просто цит пронесут. То есть в Испании сейчас, пользуясь словом, скажу основную мысль вообще для всех. Если вас когда-то арестовывают по запросу из США в какой-то стране, самое правильное, что вы должны сделать, это на первом заседании суда сказать, когда судья спросит вас, а там два вопроса спрашивают. Хотите ли вы быть экстрадированным? Поэтому вот на этот вопрос надо ответить, да. Я хочу быть экстрадированным в США прямо сейчас, чтобы не видеть вашу гнилую страну, вашу рожу вот эту вот заплывшую. Вы вообще не судья, клоун. Пожалуйста, экстрадируйте меня сегодня. Я советую всем сказать вот именно это, потому что я потерял 11 месяцев в Испании, борясь с экстрадицией, где на меня просто не поднимали глаза судьи. Они сидели, смотрели. Я думаю, почему они на меня не смотрят? Я потом только понял, им стыдно или что-то у них там, ну, не хотят они просто смотреть. Я это как стыд вот для себя, что в Америке судья смотрит тебе в глаза, он хочет понять, кто ты. Он слушает тебя, когда ты говоришь. В Испании ни один судья, я взгляда не смог поймать. Я сидел и смотрел на них и ни разу не поймал взгляда на себе. Это тоже о чем-то говорит. Поэтому не повторяйте ошибки Саши Винниковой, не повторяйте ошибки Станислава Лисова моей. Бороться бесполезно. Вы все равно улетите в США, просто вы можете отсрочить этот процесс. Вот у Саши Винникова он занял 6 или 7 лет, пока он вот сейчас долетел до США. У него умерла жена от рака за это время. У него сложная ситуация. А он бы мог улететь, как я. Вот нас арестовали с интервалом в месяц. Его в мае, меня в апреле. Он бы мог в мае улететь в Америку, и сейчас бы он был со своей женой уже давно, со своими детьми. И у всех примерно такая же ситуация. Поэтому Америка знает, где наносить удар. У них все схвачено в этих судах. Что бы вы ни думали, если даже вы пытаетесь доказать, что это не вы, это уже не важно, вы или не вы. У меня ошибки были в фамилии, в документах. Это все задним числом исправляется. Все постановления пишутся на английском языке и переводятся обратно на испанский. Это вообще просто юмор. То есть у них высший стук, аудиенция, националь, мой последний. Когда мы все это им изложили, мы стали ждать вердикты. Я спросил адвоката, а сколько займет время на вердикт? Они говорят, Петр, ну не меньше недели точно, а в твоем деле, ну минимум две недели. Ты подумаешь, надо написать там все это вердикт. На следующий день на 15 листах выходит вердикт на испанском. Они считают его, они смеются. Они говорят, это обратный перевод с английского языка. Вот это показывает нам, что это не испанский язык. Это писал не носитель испанского, это перевод. То есть высшему суду Испании их вердикт прислали на английском языке откуда-то. То есть это совсем полное дно. Это вообще не суд. Это уже там не осталось никакого правосудия в Европе. Поэтому если вдруг, и в других странах тоже, в Азии. То есть Америка знает, где бить. Если вас не трогают, сметали, вернулись без проблем. Если вам надели наручники, я просто искренне, не тратьте деньги в этой стране. Потратьте их на хорошего адвоката. Обратитесь ко мне, я помогу в Америке. Может быть, бесплатно вам какого-то дам адвоката. Но не нужно вам больше вот в этой стране, где вас арестовали, находиться. Езжайте сразу в США. Верните меня, пожалуйста, к вопросу. Это я немножко отошел. Ну, а я просто слушаю, слушаю, как бы такой большой, большой-большой ответ на ощущение спецслужб. Поэтому спецслужбы, я думаю, что спецслужбы, я думаю, что они, в принципе, если вы попали под колпак, вы никогда не узнаете об этом до момента ареста вашего. Потому что задача спецслужб это сажать преступников в тюрьму. Никакого партнерства, сотрудничества, ну, в России-то точно нет. В Америке я слышал, что кто-то как-то, не знаю, можно называть вот смелянец, да, Дима смелянец, вроде можно, да. То есть после того, как он вышел, после того, как все срока у него кончились, он что-то там помогает, консультирует, опять же, я не знаю, спецслужбы, не спецслужбы, но как-то там вот он нашел себя где-то в каких-то компаниях, которые помогают расследовать. Но это никак невозможно в тот момент, когда человек сидит в тюрьме и что, ну, и пока ему не вынесли приговор. А я, по крайней мере, об этом не слышал. Так, ну, Рауна, давайте тогда с вами немножко назад откатимся до момента вашего появления в Испанском суде. Я хотел у вас расспросить о том, как происходил процесс вашей приемки в Испании. В какое время происходил захват? Ну, процессы приходят все время одинаково. Ждите в 4-5 утра, то есть полицейским тоже надо поспать, а прийти они хотят в такой момент, чтобы вы были не готовы. Поэтому в 3 часа это рановато, они еще не собрались там, они высыпаются. Обычно в 4-5 утра. А у нас приходят в пятницу, чтобы пока до воскресенья вы там адвоката в понедельник найдете, за вас до выходные что-то с вас получить, да? Можно вам воды не давать, например, в 3 дня. Опять, я не знаю, может быть, наши спецслужбы так не делают, я наговариваю. Но я говорю, как вот, если кому-то нужно получить от вас информацию, пока вы не получите адвоката, с вами можно делать все, что угодно. И вот, чтобы затянуть этот период, приходят в пятницу под ночь, на субботу. Поэтому со мной, соответственно, было так же. Это, по-моему, была пятница. Не помню, какой день недели был. В 5 часов ночи стали ломать дверь. У меня тогда, слава богу, ну, долго достаточно были в Испании, почти 4 недели. Снимали квартиру на Airbnb, потому что отель это дорого. Даже для меня на такой период отель дорого в Барселоне. И, соответственно, снимали неплохую квартиру. Мои тещи с тестем уже уехали, слава богу. И на их место приехала подружка жены. То есть мы как бы еще давали другим людям возможность бесплатно побыть в Испании. Ну, поскольку у нас есть как бы место, где они могут переночевать близким людям. Соответственно, стали ломать дверь ночью. Мне жена кричит, Петя ломает дверь, кто-то стучит. Я спал в соседней комнате, у меня был маленький ребенок 4 года, жена с ним спала в одной комнате, подруга жены во второй. Я спал в третьей спальне. Я думаю, ну, стучат и стучат. Пусть стучат, я сплю. У меня еще вина, по-моему, выпил вечером. Мне совсем не хотелось в 5 утра вставать. Потом она кричит, Петя, это полиция. Я думаю, блин, полиция, пусть утром приходит. Это я все сквозь сон. Ну, какая полиция? Думаю, что... А я еще пытаюсь вспомнить, что не так. Я помню, что я то ли где-то бутылку поставил на улице, то ли что-то бросил. Думаю, неужели это то, что я намусорил, они полицию вызвали. Вот бред какой-то. Потом говорит, Петя, они ломают дверь, и все. Дальше я уже на полу. То есть, меня брали тяжелые, меня брали с автоматами, со щитами. Они высадили нахрен дверь в апартаменты, которые я снимал. Проснулся я уже на полу, в общем, с наручниками за спиной. Они все обыскали, пулеметов не нашли никаких, нашли нож перочинный. Вот я до сих пор такой же у меня нож, автомат Калашникова. Теперь это Магнум. Делает отличные ножи, вот такие вот. То есть, он короткий нож, он не является оружием ни в какой как бы стране, он очень маленький. Ну, вот точно такой же, только не красный. Этот называется черная вдала в красном лезвии. У меня был простой. Нашли нож, все отдали бинтам, и дальше все, пришла работница посольства России, которых только что уведывали там вот зачатка моего ареста. И объяснили мне, что вот есть запрос на экстрадицию от Соединенных Штатов. Попросили пароль от телефона, от ноутбука. Ну, я, естественно, все забыл, потому что меня очень сильно уронили на пол. Это была стрессовая ситуация. Пароль от ноутбука я до сих пор не могу вспомнить. Это очень плохо. То есть, я бы хотел, не хотел бы забывать какую-то информацию в своей голове, потому что обычно я все помню. Но вот с ноутбуком получилось плохо. С телефоном в итоге как бы просто палец, я им разблокировал его пальцем. Я никогда ничего не делал в телефоне. Это такое устройство для общения с личными. Тогда, честно говоря, ничего особо нельзя было делать в телефоне. Телеграм уже появлялся, но он не был таким как бы массовым, как сейчас. Я тогда всегда использовал джабер для своего общения, и на телефон никогда его не ставил. И, соответственно... Это 17-й год, правильно? Майя 17-й. Да, это все в Испании. Там нет ни одного американца. Это все испанская полиция. Там нет никаких агентов. Ну, по крайней мере, я никого не видел. Все ушли тяжелые. Остались переводчик на русский язык, пара полицейских испанских. И вот из посольства пара человек. Все. Они мне объяснили, что... Ну, вот у них просто была инструкция из Америки попытаться взять пароли. То есть, пока человек растерян, взять у него устройство, чтобы открыть еще что-то. То есть, не надо этого делать. Если вы захотите потом что-то с этим сделать, пусть вам адвокат скажет, что вот, другого пути нет или еще что-то. Я не знаю, у каждого своя ситуация. Что там за информация на устройстве? То есть, не надо в первые минуты ничего делать, ни в чем никогда сознаваться, вообще ничего не нужно говорить. Кто бы к вам не пришел и что бы вам в какой стране мира не говорил. То есть, у вас стресс, их задача получить от вас максимум, пока вы в стрессе. Спокойно выдыхаем и дальше живем. Ну и все, отвезли в участок. На следующий день я уже попал в тюрьму в Барселоне. Меня там ждали, потому что это прошло по всем новостям. Показали по национальному телевидению в Испании, что русский хакер арестован, который взломал выборы США. Вот так это шло в новостях. Арестован русский хакер, благодаря которому Дональд Трамп стал президентом США. Это шло по СИБС, там по всем американским каналам, потом на РБК пошло в выходные уже. Свои 15-е славы, Энди Орхолский, вы получили. Случайно. Это было, это очень смешно. Это там вот, когда я подружился с испанцами в своей первой тюрьме, там очень неплохие были люди, там с разных стран бывшего СССР. Грузины, там были армяне, все по-русски говорили, все считали себя русскими. Они все смеялись прям. Я говорю, это смешно, когда это не про тебя. Да, когда это про тебя, и тебе пишут, что там 500 лет тебе за взлом выборов назначат или что-то такое. Просто все эти сроки в газетах, там 500, 50 лет, 40 лет, они ничего не имеют общего с реальными документами. Это просто журналисты делают свою работу. То есть 90% того, что вы читаете в новостях, это все ложь. И вот точно так же про меня. 90% всех новостей, которые вы взять, они все ложь. Вот в 10% можно что-то выбрать. Тогда логичный вопрос. Во-первых, у меня к вам остался вопрос. Вас сразу начали ломать дверь? Или же там был какая-то попытка вступить с вами в диалог? Ну, или не с вами, с вашей супругой? Ну, видимо, супруга подходила на стук. То есть они делают так же. Они стучат в надежде, что им откроют. Хотя бы с цепочкой, чтобы тут же войти. Это все в дверях делают. Никому не хочется с окон заходить, через стены там. Все стучат в дверь. Вообще ловят на выходе или на входе. То есть просто в 5 утра редко кто-то выходит или входит в квартиру. Но очень часто пытаются, когда кто-то идет обратно домой или выходит, зайти в этот момент, чтобы быстро получить контроль над всем. У меня никто не выходил. Они просто постучали. Я думаю, что буквально один-два раза. Еще раз, я спал в этот момент. Когда они поняли, что жена открывать не собирается, они тут же начали ломать дверь. И дальше уже никого не слушали. Но они буквально быстро ее высадили. То есть я видел разрушение. Но они сняли с петель и высадили ее внутрь всю дверь. Поэтому нам пришлось за нее заплатить, по-моему, еще за эту дверь. Что тоже меня не радует. Но вот так обстоят дела в Испании. Ну а что, люди с сиестой? Что, они сами что будут строить? Конечно. Ну там, я так понимаю, что можно было попытаться через суд эти расходы вернуть. Нас просто списал через Airbnb владелец квартиры через карту просто. Надо было, может, ее быстро убрать или не знаю. Наверное, вообще все равно. Там уже в такие моменты до квартиры, до Airbnb вообще-то, господи, дверь какая-то. Нет, ну конечно, это был шок. Хорошо, у меня вот четырехлетний сын, он проспал, это все и не получил, скажем, удивительно, потому что грохотали по страшному, то есть там шума было выше-клише. Но он как-то удивительно все это, ну видимо, такое время ночное, он это все проспал и как бы, что папа был в тюрьме, вот сейчас ему 10 лет, он стал вот только сейчас, год назад узнал. А тогда он думал, что папа в больнице. Они даже, когда меня навещали на следующий день в тюрьме уже через стекло, жена сказала, что папа заболел, вот, и он в больнице, и мы сейчас его будем навещать. Ну, как раз хотел спросить, как ребенок вообще на это отреагировал, но я смотрю так. Более-менее, жене сложнее все это, она как бы, тяжело все это было тянуть, ей много лет, но она молодец, поэтому сейчас семья со мной, все хорошо, я считаю, что мы с гордостью прошли это испытание, стали крепче, сильнее, все в таком духе. Тогда, вот он, логичный вопрос, Петр, на чем все-таки поймали? Я понимаю, мы немножко перескакиваем события, но у вас, давайте так разделим, у вас было понимание тогда, вот, когда этот момент происходил, с чем это связано? Ну, учитывая, что там ситуацию с выборами, мы уже проговорили, и вариант, когда уже ситуация разошлась, и вам предъявили обвинение, это разные восприятия были того, на чем вас поймали, или в итоге у вас сошлась мысль? Значит, по поводу обвинения, так у всех, так не только у меня, в страну, где вас задержали, если это не США, будет послано только достаточное для экстрадиции, то есть, вот сколько достаточно, два, три пункта, они пошлют, чтобы получить, никто весь пакет обвинений никогда не посылает иностранцам и не предъявляет, потому что они хотят, чтобы это было неожиданностью в суде здесь, для адвокатов, для всех, поэтому там было буквально несколько пунктов, по сути, доказывающих, что я это я, и что я рассылал вот спам, различный спам, но даже там того, что послали, это не один какой-то прокол, то есть, для того, чтобы человека обвинить в суде США, я надеюсь, в нашем суде тоже так же, российском, надо много пунктов, и они, единственное отличие, что у нас должны быть прямые улики, да, и если нет ни одной прямой, то не получается там свидетель или прям вот прямая улика отпечатки пальцев, а в Америке достаточно много-много косвенных улик, то есть, им надо просто убедить толпу присяжных, что вот вы это вы, и вы виновны, поэтому достаточно много-много-много маленьких улик, ну, из того, что я помню, у меня один раз отвалился VPN, я сходил на свой рабочий вебмани аккаунт, с реального айпишника, рост телекома своего, и заметил это, и забил просто на это большой болт, дальше ходил в свое время с VPN, теперь я знаю, что даже один раз это очень важно, потому что поиск идет именно так, то есть, если много-много-много айпишников, кто-то заходил на свой аккаунт, будут смотреть те айпишники, которые встречались реже всего, и те айпишники, которые встречались чаще всего, вот эти два, две категории, тот, который самый часто встречаешься, и тот, который один раз зашел, они будут в топе у нас, у нас, у следователей российского, американского, любого, на тот момент я подумал, ну, подумаешь, там, засветился один раз айпи, что такого, в обмане, по сути, выдало логи, айпи они привязали к конкретному адресу, тоже странно как, потому что Ростелеком точно ничего не выдавал, как-то там привязан был спот, вайфай спот, вот он находится по этому адресу, я знаю, что американцы в 2015 году еще приезжали даже в Петербург, а именно по мою душу, и просили российские власти меня задержать, арестовать, и какие-то предъявляли документы, то есть, это было за два года до моего ареста, но я тогда об этом даже ничего не узнал, то есть, им было отказано, американцам, а меня даже никто не побеспокоил, то есть, меня не вызывали никуда, ничего мне не присылали, то есть, не знаю почему, может быть, я был в какой-то разработке у нас, и, соответственно, не хотели свое дело какое-то портить, но, в общем, американцы вот насобирали много-много таких маленьких, на мой взгляд, косвенных улик, потому что айпи-адрес не может быть уликой, как отпечатки пальцев, потому что, ну, мало ли кто с вашего компьютера заходил, начнем с того, гости бывают дома, заходят, круг семьи тоже широкий, друзья, это не прямое доказательство вины, но, в целом, вот это вспоминается, что-то еще такое, каких-то, несколько маленьких таких вот ошибок, которые позволили им считать, что Петр Семера это Петр Левашов, но, на самом деле, даже спамхаус что-то имел, то есть, спамхаус узнал настоящую фамилию, потому что в 99-м году я часть доменов покупал по своей кредитной карте, а они получили эту информацию у регистратора доменов, опять же, тогда это не было незаконно, я ничего незаконного не делал, я просто посылал письма, и это мое право по Конституции Российской Федерации, любой человек может распространять любую информацию любым, ну, законным способом, а спам стал незаконным уже в процессе моей карьеры, то есть, меня выдавливали, по сути, я рассылал со своего домашнего компьютера спам, появились блэк листы, мне пришлось добавить прокси, стали прокси блокировать в блэк листах, появился батнет, то есть, меня каждый раз выдавливали из легальной области, то есть, когда я это обсудил с судьей в Америке, что я начинал легальный бизнес, а меня законами вытеснили в криминал, он мне сказал так, Петр, в тот момент, когда был придет закон, делающий вам бизнес нелегальным, вам нужно было просто остановиться, то есть, если бы вы остановились в тот момент, когда узнали про закон, вы выбрали законопослушным гражданином, а то, что, ну, то есть, вот как-то так. Хорошо, так, а в итоге, что предъявили вам непосредственно в США? Батнет, восемь объявлений, восемь, восемь обвинений, из которых я четыре признал, то есть, четыре самых-самых тяжелых им пришлось снять, это был очень долгий, мучительный процесс, то есть, я приехал в США в феврале восемнадцатого года, а по сути, подписал я частичное признание вины в конце девятнадцатого, или уже в начале, в конце девятнадцатого, по-моему, да, то есть, полтора года, а сначала я нанял адвокатов хороших, то есть, я ни в чем, естественно, не признавался, приехал, меня привезли в Америку. Вот, кстати, Петр, можно я вас перебью? Тут очень интересный момент, на который я как раз хотел обратить внимание. Вы же сначала не признали обвинение, а потом прошло иное количество времени и признали. Вот, я так понимаю, вы к этому и подводите, просто сфокусируйтесь, пожалуйста, очень интересно. Что вы сфокусируете? Что бы вы ни рассказали, вы ничего не измените. Вы можете только сделать свою ситуацию хуже. То есть, у вас, вот в России вас, например, арестовали, да, а вы начинаете говорить и свою статью делаете тяжелой. Появляется группа лиц по предварительному сговору. Это все вы только что сами сделали на первом допросе. Статья была другой. Вас переквалифицировали после того, как вы пытались объяснить, что вы не виноваты. Понимаете? И это происходит также в Америке. То есть, я уже когда в Америку ехал, адвокат уже у меня был. То есть, я пока был в Испании, мне жена помогла найти американского адвоката. Он меня уже ждал. Он вышел на связь с моим прокурором, получил первый пакет документов, в чем меня обвиняют. Соответственно, мне уже объяснили, что здесь дело серьезное, торопиться не нужно. Быстро ничего не получится, как бы надо разбираться. И, соответственно, естественно, я ничего не признал. Это первое заседание происходит, как только вас привезли, границу перевезли, в тот же день вас доставляют в суд. Ну, здесь что-то признавать глупо. То есть, вы можете только целиком признать все, и потом, через пару месяцев, судья вам даст ваши 10 лет, ну, может, 8, потому что вы признались. Надо понять суть объявления. Соответственно, мы начали готовить вот это частичное признание. много раз, не знаю, несколько раз мне приходилось встречаться с адвокатами и прокурором вместе. Мы шли прям по этому обвинению. У них очень серьезная система баллов в Америке. То есть, по сути, за каждое, в каждом деле есть такая, ну, в финансовом деле. Вот так. Началось это с того, что когда появились кардеры и кибермошенники, законодательства не было для них. И никто писать им новое не стал. Взяли законодательства от банкиров, финансовых всяких, мошенников, вот тех, кто обманывает людей финансово много лет. И натянули просто на кибербезопасность, на киберпреступность, извиняюсь. Соответственно, просто есть система баллов. То есть, если у вас совершено там, сколько у вас же, от такого-то до такого-то, столько-то баллов добавляется, от такого-то до такого-то, столько-то, сколько денег вы украли, тоже так же идут баллы. То есть, потом там, было ли какое-то общественно опасное деяние в этом процессе, опять баллов. Все эти баллы суммируются, и судья потом смотрит, сколько получилось баллов, и дает срок от и до из-за этих вот из системы баллов. Поэтому за каждый балл, по сути, идет война. И мне с вами, прокурором, у нас много было смешных моментов, когда я начинал смеяться просто. Она была такая женщина, она ушла в отставку, по сути, из-за меня. То есть, в итоге, я считаю, что я свое дело развалил. То есть, она, Ванесса Ричардс, сейчас в коммерческой структуре где-то работает, это ИПЛ, по-моему, или где-то, достаточно молодая женщина, там, до 50 лет. Это отставка, ну, если называть вещи своими именами. То есть, заканчивал мое дело уже другой человек, который не спорил уже. Все подписали с адвокатами, и все. Она была такая, как Валентина Ивановна Матвиенко, только чуть помоложе. Такая вот, мужик, как Валька Стакан, да, ну, такая вот серьезная женщина, которая почему-то родилась женщиной, хотя должна быть мужчиной по-хорошему. А я начинал смеяться. Она мне доказывала, что вот эти баллы, например, что я получил специальное образование, у них там серьезное количество баллов, за то, что меня государство обучило, а я это потом применил в своей преступной деятельности. Я учился в политехническом университете, и у меня там специальность, там, программист, распределенные учисления, компьютерные сети, в общем, связаны с кибербезопасностью. Вот она применяла эти баллы, как будто я полицейский, меня типа научила государство стрелять, а я потом кого-то застрелил. У нее такая аналогия была. Я начинал смеяться с этого, потому что вспоминал, почему меня учили в институте, да, ну, и пытался как-то, ну, меня там спам учили. Она утверждала, что меня научили спамить в государственном университете, грубо говоря. Я начинал их жрать, есть, носила крышу, все, нас развозили, меня в наличниках обратно, она там по своим делам. Месяц проходил, опять они начинали. Ну, либо мой адвокат звонил и говорил, что может быть мы еще попробуем, вот так вот у нас есть. Либо она иногда звонила сама моему адвокату, то есть прямой связи нет никогда у обвиняемого с конкурором, только через адвокат. Расмонила тоже говорила, давайте попробуем еще раз. Вот прошло таких несколько встреч, и в итоге мы вышли на то, что они всю хрень сняли, четыре самых тяжелых обвинения были сняты вообще, а остальные четыре я признал, да, то есть я признал, что я это я, хотя тоже доказательства были очень слабые, просто мне все адвокаты говорили хором, Петр, они тебя приговорят, вот суд присяжных, если ты пойдешь, трайл так называемый, да, они тебя за полчаса приговорят. Ты русский, а тогда уже было не модно быть русским, потому что русских хакеров как раз приговорили, русские хакеры там, русские хакеры тут, и вот как раз ты русский хакер. Там будут сидеть черные, там белые бабушки, дедушки американские, полчаса пройдет, ты улетишь, тебя приговорят все, что ты виновен, без всяких этих самых. Поэтому тебе надо договариваться. И поэтому я пытался договариваться, о чем в принципе немного жалею. То есть возможно, если бы я пошел в трайл, я бы вообще смог свое имя отбелить и вообще выйти на свободу и еще получить с них компенсацию какую-то. В Америке такое тоже бывает, когда система правосудия ошибается, и в итоге суд присяжных говорит, а это не тот человек, вообще вы не того взяли. И тогда я за все вот эти дни в тюрьме, которые я провел, я получаю компенсацию в зависимости от того, ну какая у меня зарплата, там сложная система. Ну адвокаты уговорили, во-первых, ну это дорогой достаточно процесс, там еще надо было полмиллиона долларов под этот трайл приготовить, у меня уже кончались деньги тогда. Ну я потратил достаточно на все это. И я решил вот так вот признать, что я это я, потом там, там четыре обвинения, они все такие там, как бы в Америке приходится платить адвокатам, то что ни хрена не поймешь сам, а что имеется в виду, я сейчас немножко разобрался в этом, но все равно вот можно попробовать перевести напрямую, понятней не станет. То есть там кража личности, еще чего-то, какой личности, там там есть взлом секретного компьютера, какого секретного компьютера, что это значит в общем. Основная проблема у них, на мой взгляд, была в том, что у них не было вообще пострадавших. То есть вот сейчас, если говорить о штрафах, они вообще не смогли никакого штрафа на меня наложить, потому что нет ни одного человека, кто сказал бы, Келли, я потерял вот столько-то денег. И это как-то в суде мог доказать. Ни одного. А им нужно 10 пострадавших в Америке по-хорошему. Один адвокат мне говорит, Петр, хватит одного, типа не слушай этого другого адвоката. А другой адвокат говорит, нет, если у них нет 10 жертв по компьютерам, я бы это все развалил. Но говорят, достаточно даже одного. То есть один человек есть пострадавший, но у них не было даже одного. У них был несчастный какой-то компьютер, где они нашли, что этот вирус установлен. Но там человек сказал, я ничего не потерял, мне вообще насрать. То есть я ничего, никаких не буду писать материальных запросов. Потом уже под конец, когда меня приговаривали, нашелся какой-то вроде бы другой человек, который пытался получить деньги. Они как-то, там просто сидят люди и читают, кого обвиняют, чтобы попытаться с них что-то получить. Вот. И кто-то такая, срока какая-то, прочитала про мой кейс, написала, что она пострадала, но там настолько было с ошибками, что судья сказал, он там просит уже не в то время вообще, вы уже арестованы, а он пишет, что вот он в этот момент, там что-то у него пострадало. То есть не попал, в общем, в таймфрейм. Поэтому никакого штрафа на меня не удалось наложить в итоге, никто ничего не попросил. Но вот я в итоге сам сознался, то есть вот в чем суть. А может быть, стоило бы еще повоевать, но еще раз, то есть поймите, меня в апреле 17-го задержали, прошел весь 17-й, весь 18-й, я уже в Америке, да, в Америке ты ходишь в таком оранжевом костюме, я же был особо опасный, оранжевый костюм, такие как бы, ничего своего нет, ну, достаточно тяжелая жизнь, и поэтому уже к концу 19-го я уже решил, что-то хватит, сейчас подпишем, ну, и был страх, что судья в итоге еще, ну, что не получится за отсиженным как бы выйти, и в июле, то есть там получилось, что начался ковид, и я вышел на браслет, но финальный суд у меня был в 21-м году, в июле, и вот тогда на финальном суде вполне могло получиться так, что судья скажет, ну, вот получается там 3 года, во-первых, он мог не засчитать Испанию, то есть вот еще почему вам стоит сразу говорить, да, я еду в США, вот так вот вам всем, вот, вы вообще не судьи, везите меня прям сегодня в аэропорт, то есть вот это надо сделать еще потому, что ваш срок в США начнется с того момента, когда самолет с приставами перелетит в границу США, это вполне разумно, потому что они не знают, что там было в Испании, потому что ты там сидел на свободе, а мы за это не отвечаем, поэтому чем быстрее попадаешь в США, тем быстрее идет срок, ну, мне судья засчитал, были хорошие документы от адвокатов, все было правильно оформлено, поэтому получается, что в целом пять лет, то есть где-то три года получилось на в тюрьме, в камере, и где-то полтора года на браслете, вполне бы мог сказать, еще Петр, надо досидеть, и там был такой момент, когда он вот так говорит, да, тут что-то как бы не так много, я думаю, ну, все пипец, сейчас снимай браслет, и еще давай пару лет посиди, но все обошлось, и я получил срок как бы отсиженного, за отсиженный, мне кажется, мне в этом привезло. Вот, кстати говоря, к этому, я знакомился с информацией по вашему процессу, и читал, что судья-то был, в общем, достаточно негативно в вашу сторону настроен, Петр, и вообще озвучивал в интервью, что как раз вот о чем мы говорили, финансовый ущерб, он весьма занижен в вашем деле, и при этом, насколько я читал, вам хотели, вас хотели приговорить к 12 годам, прокурор рекомендовал, а приговорили к значительно более маленькому сроку. У вас противоречие в самом вопросе, как бы, у вас, как бы, вы сами чувствуете, что когда вы задаете его вопрос, ваш вопрос, он как-то нелогично звучит, вроде судья плохо настроен, а в то же время дал мало, как бы, и как-то, нет, судья, мне очень понравился, нет, судья был очень хороший профессионал, Эдвард, не помню имени, не помню, не буду выдумывать. Так он был комбинатенно настроен или нет? Нет, нет, он был, во-первых, у меня было два судьи, то есть в Америке есть судья, который решает все, скажем так, вопросы, не связанные с делом, то есть то, что в тюрьме происходит, если там вас ножом ткнут в тюрьме, это будет отдельный судья и он не связан с основным судьей, ну потому что так правильно, то есть не должно основное решение быть завязано на то, что вам там ткнули в отверткой в спину, правильно, то есть вы должны отсидеть и за то, а это будет другой судья решение. То есть оба судьи, они разительно отличались от испанских клоунов, ряженых, которые там сидят в таких ряженых этих самых своих костюмах. В Америке судья может в обыкновенной одежде прийти навстречу без всяких колпаков, но это видно, что это судья, это разительно отличается от европейских клоунов. Они оба смотрели мне в глаза и на мой взгляд были настроены вполне нормально, то есть видно, что они читали дело, видно, что они разбираются в технологиях, понимают, что такое IP-адрес, что такое компьютер. Это очень приятно, потому что люди пожилые, скажем так, федеральный судья там за 60 лет. Мне кажется, что он всегда относился ко мне хорошо. Я видел его буквально пару раз, когда в суде ты, соответственно, подписываешь признание, это все происходит перед судьей, он тоже очень внимательно меня расспрашивал, почему я решил сознаться, понимаю ли я, что я делаю в данный момент. То, что он тоже, видимо, видел, что там за дело. Он тоже понимал, что дело так себе, условно говоря, а тут человек сам сознается. Я просто уже устал, честно говоря, там сидеть, и, может быть, именно поэтому я и получил срок за отсиженное, скажем так. Опять же, я не считаю, что у меня какой-то маленький срок, если взять всех, кто был и уехал, вот тот же Лесов, куча народа, менее известных людей, они все получили примерно одинаково, от 3 до 5 лет, как и я. То есть, никто не получал меньше 3, меньше 2, 2,5. Никто не получал больше 5 из тех, кто не воровал напрямую деньги. Если ты воруешь кредитные карты, а если ты воруешь деньги, тут получается, что сроки растут уже, то есть, другие законы. Можно сказать, что это определенным образом политическое дело и политические рамки такие, потому что за такое предприятие могут назначить срок и 10, и 15 лет, во всяком случае, на территории Российской Федерации это возможно, можете ли вы сейчас сказать по прошествии времени, что и ваше дело, и в том числе рядом находящиеся с вами дела, они ограничены по срокам и активно раздуты в прессе именно в связи с тем, что они имели более контролируемый окрас, поскольку политический? Сложно спормируемый вопрос. Я считаю, что аресты целиком были ангажированы. То есть, просто хватайте всех, кого знаете, типа, да у нас не готовы, да пофигу, давайте, может он сознается, всех берем, все, время. А вот дальше просто уже шло по делу, то есть, меня один раз, по-моему, спросили, что, что не касается дела, там, да, был ли я политически там связан, как-то там еще что-то, я сказал нет, и все, на этом все разговоры закончились, то есть, никто ничего не пытал, не заставлял подписывать ложных каких-то обвинений или еще что-то, то есть, вот есть дело, вот есть доказательства, причем они все доказательства не дают, пойдешь в суд присяжных, там все увидишь в процессе. Говорили, что в моем деле больше всего типа в объеме доказательств, но это просто пугали, чем в других делах США, это просто пугали, по сути они, у них часть доказательств это логи VPN-сервера, когда они просто шифрованный трафик пишут на диск, не могут его расшифровать, но это получается стопки дисков, да, и вот они это все потом передают адвокатам, и где-то там на одном диске еще что-то есть, то, что они нашли, но это вы сами типа, вот вам для ознакомления, то есть, бывает прям тонны бумагу носят, например, то есть, это не потому, что американцы дураки, а потому, что так нагружаются адвокаты защиты, то есть, они приносят тебе два центнера бумаги, и все, и дальше разбирайте, пожалуйста, то есть, они не ограничивают как бы суд, в каком виде передавать доказательства, как передавать, я не удивлюсь, если просто SSL Traffic, можно в бинарный код распечатать и тоже сказать, что это вот типа, на тебе, накапливайтесь, вполне реально, серьезно, взять архивный файл и просто распечатать бинарный код на 500 листах и положить это в пачку адвокатам, вот там еще файл был, мы вам в бумажном виде дали, а по сути, это архив с ключевыми какими-то уликами, не запакованными даже, можно нажать и открыть на компьютере, вот бумагой такой фокус не пройдет, то есть, а на суде они уже откроют, вот мы вам передавали там, вот это как выглядит здесь, такой трюк, вполне легальный, вполне легальный трюк, креативность, фокус балканией, бюрократии, да, такое распространено, слушайте, Петр, смотрите, у нас здесь накопилось энное количество вопросов от слушателей, у меня к вам есть еще несколько вопросов, я их приберегу по поводу первой серии, значит, вот смотрите, что нам пишут наши слушатели, так, 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 ну, во-первых, Камгес Продакшн просит вас, ему, для дурачка, объяснить, что такое Батнет простыми словами, Батнет, это, скажем так, в общем виде, лучше, конечно, взять Википедию, открыть, я так сходу не смогу, как Википедия, но по сути, это написанная программа, вирус, которая распространена по какому-то количеству компьютеров, и управляется одним мастером или группой людей, то есть, это очень похоже на легитимную программу, например, можно взять какую-нибудь операционную систему Windows от Microsoft и сказать, вот это Батнет Microsoft, да, то есть, просто у них он легальный, и поэтому не называется Батнет, каждый человек сам устанавливает Windows на свой компьютер, а этот вирус, который попал на ваш компьютер без вашего ведома, но он управляется мастером откуда-то, снаружи, и вот вся эта система вместе, система вирусов клиентов и серверов управляющих называется Батнет. Ну, лично непонятно, я, в общем, не настолько темный в этом вопросе, мне лично все понятно, надеюсь, тому, кто задавал вопрос тоже. Значит, был тут вопрос, про который, который мы, в общем, достаточно обсуждали, что-то я его, я его потерял, вот, как вообще на вас вышли и раскрыли, по-моему, мы как раз целый час об этом обсуждали, и вот, послушайте внимательно, потому что это еще целый час, мы будем тогда об этом говорить, или у вас есть, что добавить, Петр? Нет, ну, это, по сути, много мелких, много мелких, это не один прокол, и у кого никогда не бывает один прокол, то есть, это много-много мелких деталей, которые показывают каждый, что он, это он, и они вместе складываются, но они также могут легко рассыпаться, как бы, то есть, если в суде вы потом по каждой детали убедите суд присяжных, что это фигня, вы можете уйти, как бы, скажем так, на свободу, но это риск, то есть, по сути, вашу судьбу решает 12 человек, которые не понимают, что такое батнет, и все это заседание именно начнется с того, что прокурор начнет объяснять, а что же плохого в батнете сначала, да, что такое батнет, и потом дальше пойдет, вот это вот, смотрите, вот там, например, VPN-сервер, в какое-то время, которое я использовал, что-то с ним стало, я поставил VPN на один из серваков, который был частью управляющих, да, то есть, они показали, что вот это типа, этот сервер был, Келлиас, боты туда отстукивали, да, и с него же Петр Левартов что-то сделал, а я зарегистрировал какой-то домен, да, точно, я зарегистрировал домен для своего легального бизнеса какого-то, начал регистрировать как нужно через свой реальный IP-адрес, и регистратор что-то какую-то выдал ошибку, и я, недолго думая, запустил VPN и закончил процесс регистрации на этом регистраторе уже со своего адреса VPN, это была тоже одна из ошибок, то есть, они потом в суде доказали, вот смотрите, началась регистрация, вопрос, как они нашли эти данные, да, ну вот, они доказали, что вот началась регистрация, а потом Петр закончил вот это, это тоже как бы косвенно все, но в целом, когда таких вот много моментов, они дают, опять же, я не как бы, я знаю, как прятаться в интернете, я не считал, что я кому-то нужен настолько, чтобы меня ловить, вот так вот экстрадировать, то есть, для того, чтобы человека экстрадировать, дело должно быть достаточно серьезным, то есть, нельзя просто человеку, который украл там мороженое, экстрадировать, то есть, его можно наказать в стране, где он находится, но для экстрадиции нужно гораздо серьезнее, нужно, чтобы дело, например, было в течение последнего года, то есть, если вы отошли на отдел на год, и год ничем не занимались, можете пробовать путешествовать уже после этого, То есть то, что было год назад, это все еще возможно посадить в Америке, но нельзя вас экстрадировать. Но опять же, с учетом того, как эти ряженые решают вопросы, я думаю, что не будет вопросов в каком-то суде любой европейской страны или страны, которая работает в США, доказать, что вот он что-то все равно делал. Хотя вы на самом деле ничего не делали в этот год, то есть вы не сможете доказать нам ничего и все равно уедете, но по закону надо, чтобы преступление совершалось в течение последнего года, иначе человека нельзя экстрадировать. Так, я вас понял. Надеюсь, пр-и вы услышали. Основную мысль, она, в общем, достаточно хрестоматийная. Все собирается по чуть-чуть, по маленьким ошибкам. Я это просто не первый раз, Петр, слышу, поэтому вы только подтверждаете здесь личное знание. Так, вот смотрите, вопрос такой очень жизненный в нашу первую серию. Много ли денег удалось на этом поднять? Стоила ли, по-вашему, игра свеч задает, собственно, тот же пр-и вопрос? Я считаю, что нет. То есть вот сейчас я занимаюсь искусственным интеллектом, мой доход уже сейчас выше, чем он был в последние месяцы, там, 2017 года. Я считаю, что сейчас деньги лежат вообще просто для всех, лежат прямо везде. Нужно просто брать, применять искусственный интеллект и зарабатывать, зарабатывать, грести просто лопатой. Поэтому сейчас лезть в криминал точно нет никакого смысла. То есть даже если вы совсем тупой, вы можете просто копипестить и зарабатывать деньги. Какой смысл воровать кредитные карты, если можно работать как 10 нормальных людей? В мое время у меня больше тянул какой-то азарт. То есть я всегда хотел быть хакером, наверное, так можно сказать. Если меня в детстве спросить, кем ты хочешь быть, космонавтом я бы точно не ответил. Наверное, меня тянула вот эта вот такая романтика, чего-то там делать на компьютере. Конечно, когда логи Батнета идет активность, то есть вот это мы обсуждали с прокурором, был такой вопрос, что я чувствовал, когда я смотрю на то, что я построил. Это им тоже надо было для своих каких-то этих самых. То есть что меня побуждало, что я чувствовал. Я сказал, вот мне нравилось, когда бегут у меня раз в 10 минут, каждый бот отстукивал. И по сути в логе это получалось просто вот так, бегут строчки с IP-адресами, с ID ботов. То есть поскольку ботов много, лог бежит быстро. И вот по скорости этого, как лог пробегает, ну, конечно, была статистика и по дням, по месяцам. Но когда просто вешаешь тейл на лог, видишь, с какой скоростью он бежит и что сейчас с ботнетом, то есть что бота делает. И в этот момент я чувствовал какое-то вот такое удовлетворение. Она не сказала, ну, это власть, это ощущение власти. Ну, наверное, ощущение власти, я согласен. То есть мне вот нравилось ощущение власти над чужими компьютерами. Это меня больше привлекало, чем деньги. Денег было не так много. То есть, на мой взгляд, можно гораздо больше зарабатывать легально. Вот. Хорошо. Ну, такой, да. Мне понравилось про американскую логику. О том, что вы чувствовали. Мы примерно то же самое пытаемся сегодня из вас вытащить, потому что в основном всех, конечно же, интересует ваш образ. В таких направлениях, конечно, хочется понять, что человек чувствует, чтобы как-то вжиться в него. Так вот, что я хотел спросить. Вы знали, что вас в то же время, когда был запрос об экстрадиции США, пытались экстрадировать в РФ? Да, к сожалению, они никогда не пытались меня экстрадировать в РФ. Этот процесс целиком создан мной. То есть, ко мне пришел консул в Испании. Ну, они обязаны приходить ко всем арестованным. И я сказал ему, что ж вы, блин, делаете? Я налоги плачу. Я вообще в Америке ни разу не был. Я 39 лет, 37, получается, лет жил в России, платил налоги. Теперь я поехал отдохнуть совершенно законно. Меня просто похищают, сажают в тюрьму. Я теперь должен лететь в страну, где я ни разу не был, и отвечать по их законам, которые я вообще не знаю. Я должен соблюдать законы Российской Федерации. Почему я должен лететь в какую-то попу Новую Гвинею и там по их законам им отвечать? То есть, может, вас тогда вывезти куда-нибудь в Африку и камнями закидать? И он сказал, Петр, ну что мы можем сделать? Давай в чем-нибудь сознайся, и мы запрос это сделаем на экстрадицию. Ну, условно, так это была долгая беседа. И, соответственно, я вспомнил, что в 15-м или в 14-м году у меня сестра работала главным бухгалтером в зубной клинике. Она мне рассказывала про то, что у них была атака, так называемая, на клинику. Ну, это первые шоковальщики были. То есть, они зашиковали базу данных и попросили с них небольшие деньги за расшифровку. Вот. Они заплатили, как бы, и она это мне все рассказывала. Вот, представляешь, как бы. Я когда думал, о чем рассказать, я вот решил рассказать об этом. То есть, это целиком выдуманная история. Я ничего не шиковал в этой клинике. Просто поскольку я знал факты, я просто написал признательное, вот, чистосердечное признание, находясь, по сути, под давлением обстоятельств. То есть, я в стране, где я не знаю языка, меня собираются везти в Америку, сто лет сажать за взломы каких-то выборов, крен знает за чего. Поэтому я сам создал для себя уголовное дело в России, осознавшись вот в том, что я не совершал. И только после этого, спустя шесть месяцев, вот, например, Александр Винник получил запрос из России, конкурирующий, в тот же месяц, когда его арестовали в Греции. То есть, в Греции, в мае его арестовали. В мае тогда летал Путин в Грецию. Тогда был еще саммит какой-то Россия-Греция. И туда прилетал, тогда премьер-министр он был, по-моему, наш. Не будет. Путин, короче, прилетал в каком-то, в каком-то в Грецию. Я думаю, ну, тут точно Винника заберут. Он прямо с Путиным сейчас улетит в одном самолете. Вот-вот везет же кому-то, да, у него биржа была. Кто не знает, Александр Винник, это БТСИ, это был крупнейший биржа вообще, как Бинанс сейчас. Это был тогда вот такой русский Бинанс. Ну, условно, да, меня обменял криптовалюту. Но вот он получил в мае же запрос. Мой запрос занял 6 месяцев. Это было очень долго, мучительно. Вот, благодарен всем сотрудникам наших органов, кто там провернул этот запрос. Но в итоге ни хрена это не помогло. То есть, запрос пришел в испанский суд. Казалось бы, вот, причем это адвокаты мне говорили испанские. Ты сидел и справедливо. Как они тебя вышли в Америку, там ни разу не было. А тут другой запрос из твоей страны. Ты гражданин России. Ты вообще с Америкой не то, что не гражданин. Ты вообще с ними никаких контактов не имеешь. Они тебя пошлют в Россию. Но это, конечно, балабольство все. То есть, запросом подтепся суд Испании. Не знаю, его никто не открывал. Все, что я получил, это федеральный розыск в России бессрочно. Потому что срок давности у того дела 5 лет. То есть, оно в 2014 году произошло. В 2019 году оно должно все само кончиться. А вот федеральный розыск, он не имеет срока давности. То есть, у меня есть определенные проблемы сейчас в России, которые я решал. Как это, законным путем, все через суд. Но это мучительно долго, больно. А у меня вызывает ощущение очень странное. Потому что мне консул, ну это вице-консул Российской Федерации, придумал план, по которому я сам себя оговорил. И теперь у меня проблемы в моей стране, в Российской Федерации. Я не могу сейчас, я хочу приехать домой много месяцев назад. То есть, как это получилось? Я пошел получать загранпаспорт в консульство в Нью-Йорке. Это было вот в этом году вначале. У меня кончался паспорт, мне надо ехать домой. Пойду, получу паспорт. И мне отказывают. И там я в федеральном розыске нахожусь. Я начинаю разбираться. И вот до сих пор разбираюсь. То есть, мы сейчас прошли один суд, а судья отказал вообще. Ну, то есть, там просто судьи боятся. То есть, у нас районный суд, мы с вами Островского района. Судья вообще не поняла, что от нее хотят. Хотя все достаточно было хорошо объяснено. Сейчас мы обжалуем следующей инстанцией. По сути, верните меня к вопросу. Меня куда-то унесло вбок. В чем был вопрос? Мы, собственно, говорили с вами о том, стоила ли игра свеч? А нет, когда вы узнали о запросе. Вот я говорю, я сам создал запрос из России на экстрадицию. Это целиком дело моих рук. Мне все люди, ну, жена, по крайней мере, близкие люди говорили, не делай херни, ты делаешь ерунду. Вот Станислав Лисов, который сидел со мной в одной камере, сказал, ты что, мало в Америке делал? Ты хочешь еще в России, что ли, на себя делал? Я сказал, ты ничего не понимаешь? Сейчас полетишь к пиндосам на 20 лет, а я домой полечу, и там все полешаю, объясню, что я из Фюган был, вообще фирмю написал. По итогу, да, я был неправ. То есть я сам себе создал уголовное дело в своей стране со смешным ущербом в 20 тысяч рублей, там, по-моему, или что-то смешное дело, но вот его вот просто так вот решить не получается. Все, федеральный розыск, федеральный розыск. В чем они меня предупреждали, даже консул мне сказал, Петр, там к этому вдобавок еще идет федеральный розыск. Ты как бы как? Я говорю, блин, давайте что угодно, только как. Хоть тушкой, хоть чучелом, только не в Америку. Заберите меня домой. И вот в итоге домой меня никто не забрал, а дело вот уже 23-й год до сих пор есть. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, а я с ним разберусь. Как-то так. Ну, я правильно вас понимаю, что в целом вы хотели, конечно же, экстрадироваться лучше в Россию? Конечно. Я готов был все, что угодно сделать, чтобы только меня экстрадировали в Россию и готов был отвечать на все вопросы российского правосудия. И пусть меня российский суд, самый гуманный суд в мире, судит за все, что я сделал. Почему я должен лететь в Попо-Новую Гвинею и там по их законам отвечать? Может, там мастурбировать нельзя, и там за это камнями забивают? Откуда я это должен знать в России? Американские законы. И почему вообще я, как гражданин России, должен читать эти американские законы? Как-то так. А сейчас как дела? Освоились уже? Сейчас я целиком разобрался как бы с американским правосудием. Вот с 21 года, с июня, нет никаких претензий. Есть какой-то там типа надзор 3 года, но он совершенно номинальный. То есть это черная женщина достаточно большая. Иногда звонит или приходит и спрашивает, что ты там нашел работу или что ты там не нашел. Но опять, у нас такого нет, в принципе, вот этого надзора после тюремного. Но по факту ты можешь делать все, что хочешь. То есть все, что может сделать эта черная женщина, в итоге она напишет тебе такую бумажку, что когда тебя в следующий раз арестуют, судья эту откроет бумажку и скажет, извините, Петр, вы хотите, чтобы я вас отпустил на браслет для суда, но вот все, что вы в прошлый раз делали, вот то, что пишет пароль офиса, я вас выпустить не могу. То есть вот это может сыграть против. А сейчас, в принципе, все 3 года можно просто не брать трубку или посылать ее открыто нахер, говорит, пошла в жопу вешать трубку. То есть забрать тебя в тюрьму эта служба не может, суд даже тебя эта служба вытащить не может. Все, что она может, это тебе нагадить, если будет еще что-то. Вот там могут нагадить очень сильно. То есть эти бумаги все, все разы, когда ты ее посылал нахер, она будет писать в компьютере такого-то числа, нецензурная брань, там еще что-то, и судья это все потом следующее откроет, и у него может закипеть. То есть ты мало того, что на браслет не уйдешь, а еще там что-то будет, получишь еще свыше. Ну такой аналог социализации, пост... Да, наверное, да. Больше наблюдения. То есть один раз в баночку пришлось пописать за эти полтора года, что там наркотики не употребляешь. И вот все, пожалуй. Я видел 2 или 3 раза, как бы никакой помощи получить невозможно. То есть у меня нет страховки медицинской, я говорю, давайте там что-нибудь, ну как это, дайте хоть что-то. Нет, там эта служба сделана, чтобы вот за тобой смотреть. Ну и она работает в основном с черными ребятами, которые там вышли на улицу, то есть чтобы они опять не шли муровать, убивать. То есть я не типичный клиент. Сколько длилось, Петр, ваше заключение? Ну вот получается, за решеткой четко 33 месяца и 3 дня я провел, и потом вот все, что я из-за ковида провел на браслете с января 20-го по июль 21-го, это тоже считается заключением в Америке. То есть это все тоже как дополнительный срок, который идет один к одному. Получается почти 5 лет. То есть больше 4-х, меньше 5-ти надо просто сложить это все. Я правильно понимаю, пока из истории вашей кинематографичной известно, что вы видели американскую тюрьму, видели испанскую тюрьму. В детстве попадали в милицию, видели русскую тюрьму? Ну у меня были приводы, да, такие, то есть я был неугомонным ребенком в школе, то есть я, по-моему, был на учете там в милиции, но в тюрьму не попадал и, честно говоря, не хочу. То есть вот сейчас я могу вернуться домой и прямо из аэропорта поеду в камеру и сколько-то месяцев займет, пока я вот в суде скажу давайте все там. То есть скорее всего первый же суд меня выпустит. Не знаю, как залог или как это у нас называется. То есть я вряд ли буду сидеть дальше. Да, вот. Но все равно я не хочу. То есть зачем мне надо сейчас ехать домой, чтобы подсидеть два месяца еще в русской тюрьме? Ну не знаю, может быть. Это криминализация. Сейчас она активно используется в русском праве. Где больше понравился такой крамольный вопрос. Сидеть. Ну испанская тюрьма это гораздо лучше, чем американская, бесспорно. Американская, опять же, американцы это 50 маленьких стран, живущих под одним флагом с одной валютой. То есть все штаты, они очень разные. И система тюремная делится на штатные, там каоти, федеральные. То есть я сидел в деревовой штатной тюрьме, а в Нью-Хейвене, потому что нету федеральной тюрьмы строгого режима в Коннектикуте вообще. То есть у меня был вариант ездить в Род-Айленд каждый раз в суд, но это просто смерть. То есть это там много-много часов на автобусе, там писаешь под себя, там все, что хочешь под себя, и это никому не надо, как бы, да. А в Коннектикуте просто федералы снимают место в штатной тюрьме, ну, соответствующий режим, оплатят штату сколько-то за каждое место, и ты сидишь в штатной тюрьме. Ну, по-нашему, это критка такая, то есть там как бы как СИЗО у нас, то есть там нету ни прогулок толком, ничего, то есть ничего приятного, с едой там плохо, там все, Испания в этом плане вообще рай. То есть лучше всего, я слышал в Норвегии тюрьмы, да, вот для тех, кто долго сидит, но в Испании можно курить где хочешь, я ходил со своей цепочкой всегда с украшениями, часы, своя одежда, еду можно покупать, еду дают очень вкусную такую норму, относительно вкусную, конечно, но по сравнению с тем, что дают в США, вся еда вкусная, съедобная, ну все там лучше было, камеры лучше, больше, там в Испании в этом плане рай. В США все сложнее, то есть тут, а, ну те же самые, например, лекарства в Испании, просто пачками, выдавали все, что хочешь, то есть если у кого-то есть желание там всякие термодолы, там что-что, там какие-то таблетки люди едят, это прям пачками выдают, чтобы только ты сидел, то есть, если ты, например, метадон, пожалуйста, просто говоришь, я употребляю героин, мне спрашивают, сколько ты хочешь метадона, говоришь, 200 миллиграмм, пожалуйста, хочешь 100, пожалуйста, хочешь 200, пожалуйста, хочешь 300, да без проблем, но уже двумя дозами, 150 утра, то есть больше 200 за раз они не дают, чтобы человеку, ну не это, а делить, пожалуйста, блин, 200 миллиграмм метадона, это на 20 человек, на 10 нормальных людей, это можно целой компанией как бы с этого торчать, то есть это все дается вот так, и с одной стороны, это плохо, то есть мне это не нужно, но с другой стороны, люди сидят на кайфе, то есть злобы нет, никакой нет, хочешь покури, вот тебе гашишь, что там русские как дела, в Америке сидят злые люди, у которых сидят под маленьких камерах, ну вот строгий режим, если смотреть, там нет ничего вообще, вдруг болит, люди ждут по несколько месяцев, чтобы просто удалить зуб, то есть вот с такими флюсами, из лекарств есть только обезболивающие, это ибупрофен, ибупрофен, вот пожалуйста, тебе ибупрофен, и еще один заменитель аспирина, вот тебе еще, две таблетки, все остальное, ничего не получишь, очень-очень тяжелые условия, злые люди, в судах, ну в судах больше справедливости, наверное, не знаю, это то на то и выходит, тут больше справедливости, зато плохие условия, как бы, компенсируют, то есть, что хочет заключенный, он хочет хорошо сидеть, и чтоб с ним хорошо обходились, да, вот этот, вместе Испания и США, как бы, баланс то на то и выйдет, условия говно, суды вроде тебя слушают, и наоборот, а здесь условия хорошие, ну, относительно, а зато в судах, вообще, там, такие люди в Испании рассказывали вещи, что просто ключу сносят, там, просто за репост, за репост, за лайк, за лайк в Ютубе человек, наверное, шесть месяцев сидел, то есть, он говорит, я арабского языка не знаю, там видео сидит, дедушка старый, и что-то говорит, просто говорит, там ни автоматов нет, ни гранат нет, ни взрывчатки нет, просто старый дед что-то говорит, и я лайкнул, и вот за это это было достаточно, чтобы он попал в тюрьму, еще несколько месяцев там находился, вот это все объясняя и доказывая, что он вообще не знал, что он лайкнул, и он не террорист, то есть, там очень смешные вещи в Испании. Кульбиты мирового судопроизводства. Очень смешные. О чем больше всего мечтали в заключении? Мечтал к семье попасть, сына обнять, жену, маму, вот чего-то осуществил уже, жену с сыном обнял, мама у меня в России, вот хочу обнять маму, но теперь решаю вопросы с федеральным розыском в России, и тоже пока не нахожу понимания, поэтому хотел бы еще маму обнять. А так ничего такого, чтобы я хотел съесть, что-то такого нет, никаких желаний, которые я могу реализовать, не припоминаю. То есть, я достаточно спокойно веду образ жизни, мне повезло, я ем все, что угодно, то есть, у меня нет такого, я это есть не буду, ну, я имею в виду испорченную еду, я, конечно, не ем, но о том, что я там вот это вот, как это, я не гурман вообще, спокойно все съем, поэтому, в принципе, ни о чем таком я не читал. Привязанности нету, я наркотики не употребляю, сигареты не курю. А, ну вот в Испании курил сигареты год, 11 месяцев, ну, вышел не курил, то есть, сейчас не курю. Никаких привязанностей таких вот бытовых у меня нет, а с семьей, ну вот, слава богу, сейчас с собой. Ну, я вам желаю, чтобы у вас еще одна ваша мечта реализовала, чтобы все эти судебные, судебные, судебные тюремные кульбиты вас оставили. Соприкасаться с ними, можно дополнительную книжку еще целую написать. Это у нас... Ну, только... Первая серия. Вот мы полтора часа практически прообщались. Дорогие друзья, значит, что я могу сказать? Вопросов, вопросы я вижу у вас все еще есть, их много. Давайте мы попробуем после эфира вернуться на части из них ответить еще, если позволит время. Очень хочется перейти ко второй серии. А вторая серия у нас с вами подразумевает чудесное преобразование. Должна быть реализация, конечно, как в этой катарсис, как в музыке, должен же быть выход. Вот сейчас, насколько я понимаю, вы, кстати говоря, спасибо нашим дорогим слушателям за этот вопрос. Сейчас вы занимаетесь искусственным интеллектом. Я посидел, почитал то, что вы пишете, подписался, понял, что я тоже вдохновляюсь, и поэтому я хочу вас попытать по этим опросам. Я, как человек, который увлекается искусственным интеллектом в своей направленности, в технике речи, я собираю, вот у меня недавно было общение с человеком тоже посвященным искусственным интеллекту, собираю, собираю, вдохновляюсь, ставлю, чтобы в этих общениях еще кто-нибудь вдохновлялся. Итак, я правильно понимаю, значит, вот то, что я смог освоить. У вас есть, соответственно, проект Several iClub, который занимается популяризацией, выкладывает новости, и, кстати говоря, товарищи, все ссылки вы можете увидеть под видео, и есть бесплатный свой SeveroGPT-Bot, который, собственно, вы предоставляете, чтобы люди могли поковыряться, позаниматься, понять вообще, что такое искусственный интеллект. И вот, что меня интересует, например, как человека, который позитивно связан с искусственным интеллектом достаточно давно и с научной точки зрения тоже, и сейчас ищущий какую-то практику в этом всем. Вот вы что думаете по поводу последних заявлений, в том числе от господина Маска и ряда специалистов, в том числе от компании Google, если на память не изменяет, по поводу опасности искусственного интеллекта и того, что мы в неправильную сторону движемся, остановитесь, товарищи, искусственный интеллект нас всех погубит. Что вы думаете насчет подобных заявлений от Google, от Маска? Погубит нас искусство? Вопрос понятен, да, вопрос понятен. Я в этом плане скорее белка-паникер, который будет бегать кругами и кричать «А, все пропало», потому что я считаю, что искусственный интеллект это как раковая опухоль на теле человечества, вот если человечество это организм, то сейчас мы получили онкологию, она уже выстрелила метастазами во все важнейшие органы, то есть она входит во все процессы, обучение, бизнес-процессы, все остальные процессы, я считаю, что ничего хорошего нас там не ждет, то есть искусственный интеллект, любой агент, который будет выполнять функцию человека, любую функцию, он будет конкурировать с людьми, и у него нет чувства жалости, у него нет чувства сострадания, он будет выполнять эту функцию лучше и лучше и лучше, вытесняя людей из любой области, то есть если мы добавим робототехнику сюда, из всех областей вообще, начиная от маникюра, кончая вот линии фронта, да, то есть везде будет применяться искусственный интеллект все больше и больше и больше, и соответственно мы катимся к безусловному базовому доходу, когда каждый человек будет получать пенсию с рождения от государства, чтобы не умереть с голоду, все, что сверху, можно будет зарабатывать, то есть я это вижу так, с этой точки зрения наверное ничего хорошего в искусственном интеллекте нет для человечества в целом, но ничего сделать мы не можем, то есть давайте тогда решим проблему наркотиков и там, например, с убийством, и с проституцией разберемся, эти явные старые проблемы вот у людей на органы, это все надо запретить, я согласен с Иллой Маском, давайте начнем с этого, по крайней мере тут ясно, что делать и как с ними бороться, с искусственным интеллектом бороться невозможно, он децентрализован, есть конкурирующие страны, вот Китай, Россия, которые никак не будут слушать никаких законов Соединенных Штатов, чтобы они не приняли Европейского Союза, будут развивать дальше и дальше, именно поэтому Америка никак не может свое развитие останавливать, потому что она просто проиграет конкурентам из других стран, поэтому тут можно развиваться только дальше и дальше, быстрее, я считаю, что мы достигнем сильного искусственного интеллекта гораздо раньше, чем предсказывают многие люди, то есть они эту экспоненту не могут нарисовать для себя, они пытаются линейные какие-то зависимости строить, не понимая, что она экспоненциальная, и закон Мура тоже, он как бы сам по себе экспоненциальный, но он сейчас начинает еще больше забирать, если говорить про искусственный интеллект, поэтому я думаю, что буквально уже вот в следующий год, через год, это станет очевидно для всех, поэтому, конечно, мы не можем это остановить, я во многом восхищаюсь искусственным интеллектом, я не призываю всех не пользоваться им или что-то такое, но мы должны понимать, куда мы идем, то есть это, наверное, сильнейший риск, который человечество взяло на себя, вот появление искусственного интеллекта, я связываю это, ставлю это открытие на один уровень с открытием интернета, как самого, или там вот с мануфактурами в Англии в 14 веке или в каком, то есть это серьезнейшая глобальная такая технологическая революция, которая происходит на наших глазах, вот на своем канале Северай Айклаб я слежу за всеми новостями, выкладываю то, что, на мой взгляд, самое интересное, какой-то анализ делаю свой, учу пользоваться, опять же, GPT-ботом, я считаю, что OpenAI сейчас это лидер, безусловно, если мы говорим о генеративном таком текстовом искусственном интеллекте, и вот модели в GPT-4 это лидер, безусловный, ну, у меня есть свой тестовый фреймворк вопросов, которыми я проверяю все искусственные интеллекты, до которых могу дотянуться, в которых есть английский, ну, а везде есть английский язык, то есть я проверяю все, что можно, я сейчас говорю, что на моем тестовом фреймворке GPT-4 безусловный лидер, вот все, что есть у нас, например, оно уступает даже GPT-3, опять же, тут как сравнивать, то есть у меня чуть-чуть меньше ста вопросов, они достаточно интересные, каждый вопрос можно обсуждать, а почему так, да, я сравниваю ответы, вот сейчас, например, я вижу, что компания OpenAI из-за паники, скажем, всех тех тоже белых паникеров, как я, в правительстве, они очень стесняются называть свою следующую модель GPT-5, я думаю, что GPT-5, она, ну, не так быстро, может быть, появится, как кому-то хотелось, но идет смена версии у GPT-4, и я вижу прогресс, просто от смены версии, то есть вот та GPT-4, которая была два или три месяца назад, она слабее, чем GPT-4, ну, точнее, последнее обновление было в начале июня, то есть вот, а вот до сих пор на этой версии, я вот жду с нетерпением, когда появится GPT-4 поновее, с индексом, да, но вот то, что вышло в начале июня, оно гораздо сильнее мартовской версии GPT-4, хотя казалось бы, что это та же самая GPT-4, да, но вот на том, как я их проверяю, я вижу, что ответы стали полнее, тот ответ, что он не давал раньше, он теперь дает, поэтому прогресс, безусловно, идет, и он, опять же, нарастающий, я еще раз, да, давайте остановимся, вот с GPT-5, это дотационный проект для меня, то есть он бесплатный для вас, я плачу колоссальные деньги за API, да, за эти запросы, я не буду озвучивать даже сумму, я нормально зарабатываю на криптовалютах, чтобы погасить этот долг, но этот проект никогда не будет в плюс, то есть я даю бота всем, кто не может купить себе за 20 долларов доступ к GPT-4, да, или кто, потому что не имеет возможности по причине блокировки, да, не всем, не всем достаточно опыта, чтобы завести телефон вне Российской Федерации, потому что на российский номер невозможно зарегистрироваться, то есть это как бы мой дар, это я пытаюсь вернуть то, что я сделал плохого, спамом, я пытаюсь также вернуть всем, вот через доступ к модели GPT-4, и опять же каждый день я пишу обучающий пост на своем канале для разных профессий, вот для маркетологов, по-моему, сегодня был, до этого еще, то есть каждый день я выбираю одну профессию, иногда в комментариях просят люди, расскажи вот для этих, и пишу запросы, какие я считаю для Чарджи-5, ну, наиболее продуктивны именно для этой профессии, то есть я обучаю, я даю доступ, и это вот я считаю, мое, если боженька меня спросит, когда я попаду на страшный суд, а что ты сделал вот хорошего, да, со спамом понятно, с тюрьмой понятно, а что ты сделал хорошего для людей, я скажу, а вот я давал, пока у меня были деньги, пока у меня была возможность, я давал всем, детям, взрослым, кто вот не может купить, возможность использовать GPT-4, что самое плохое, что вы можете сделать, это попробовать плохую модель, бесплатную, старую, или кто-то вот там выкладывает полное говно, то есть если вы чем-то пользуетесь, попросите модель представиться, скажите, представься, какая-то версия GPT, ты GPT-6, или может ты GPT-7, и посмотрите ответ, то есть если это старая версия, зачем вы на ней что-то будете делать, она просто устаревшая, не говоря уже, ну опять, парт он тоже прогрессирует, Google, конечно, возможно, в следующем году догонит OpenAI, я говорю вот в контексте сегодняшнего дня, OpenAI лидер сейчас текущей модели, BART унылое говно, по большому счету, остальных даже трогать не будем, там не так все радужно, зачем использовать петюгая, когда можно использовать рабочий процесс, поэтому вот, вот, что по поводу моего года GPT, давайте дальше. Вот что спросить, я понял вашу позицию, а как думаете, почему такой негатив в последний год, ну вот в этом году, давайте возьмем, за 9 месяцев 2023 года, откуда сформировался, почему именно такой вот активный... Очень просто, да, вы извините, вопрос понятен, значит, это конкурентная следа, это новый рынок, который будет самым большим рынком в ближайшее время, и идет дележка этого рынка, то есть крупные компании, лица борются за этот рынок, и, соответственно, негатив, это тоже такая возможность работать с конкурентом, то есть это негатив идет с одной компании на другую, чтобы перетянуть их клиентов к себе, а вы это воспринимаете как волна негатива со всех сторон. Нет, это направленный негатив, чтобы утопить конкурента и чтобы всплыть самому, но поскольку этого говна много везде, тонут немножко все, в нем уже стало пахнуть, и вы вот так вот это воспринимаете, то есть я это вижу так, это не... Ну и плюс, конечно, есть вот такая же паника, как у меня, куда мы идем и что делать, и, возможно, это вот на уровне правительств идет такая дискуссия. Опять же, политики в основном популисты, очень многие, людей легче напугать, чтобы контролировать, то есть людям невозможно дать что-то хорошее, их контролировать на этом. Они возьмут хорошее и тебя пошлют как бы назад, все, иди, мы все получили. А вот если человека напугать, искать, все пропало, ты сейчас потеряешь работу, тогда он будет слушать и просить, помоги нам, о, великий там Сенат, спасти наши рабочие места. И именно вот еще с этой стороны может быть идти некий негатив, именно запугивание аудитории для лучшего контроля в своих личных целях. Вот вторая часть ответа на вашу вопрос. Куда мы придем по этой резко взлетающей экспоненте в ближайшие месяцев 12, к следующему сентябрю? Как думаете? Ну, к следующему сентябрю все достаточно, на мой взгляд, прозрачно, то есть будет развиваться робототехника, я надеюсь, что машины поедут сами уже, они давно уже просятся поехать сами, они должны поехать. Поехать сами, я имею в виду, когда машина будет ехать в любую погоду, в любой окружающей среде лучше, чем самый профессиональный водитель, который водил машину всю жизнь. То есть, когда страховые выплаты на машинах с искусственным интеллектом будут в 10 раз реже, чем на машинах, управляемых опытными людьми, новичками, именно опытными водителями, которые фуру водил всю жизнь, никогда не попадал в аварию, и вот он везет свою жену в роддом с сыном, вот, вот, и Ай будет, и И по-русски будет лучше вести, чем вот этот вот водитель с 40-летним стажем, который везет беременную жену рожать. Мы придем к этому уже к следующему сентябрю. Я в это твердо верю, вложены большие деньги, и уже сейчас вот тот же Юбер вкладывает очень много в это, ну, отдельно он выделил направление, он под своим брендом делает, да, то есть, и это тоже даст определенную волну вот к той революции, это как бы часть этой всеобщей технологической революции, потому что 25% людей вводят транспорт. Вот вы, наверное, не знаете, не задумывались, но 25% всех рабочих мест это вождение тех или иных машин, не только легковых, там, да, как такси, но вообще всех аппаратов и механизмов, это водители, да, от погрузчика, да, большого-большого, там, карьерного самосвала. И это очень существенная доля, то есть, конечно, вся эта техника мгновенно не поедет самостоятельно, но как только это владельцам станет более выгодно, люди будут моментально терять работу водителей, потому что они самая основная затрата вот в этом вождении. Даже не амортизация машины в большом случае, конечно, там есть некоторые моменты для машин, у которых амортизация больше зарплаты, но в среднем случае зарплата водителя это основной источник расхода, даже больше топлива бывает. То есть, вот с этим вот, мне кажется, это будет еще больше как бы рынок разрушать, рынок труда, но опять же, сейчас вот сценаристы, да, там очень многие творческие, то есть я ждал, что ее ударят снизу вот по менее образованным людям, а удар пришел сейчас сверху с самыми сильными моделями, там, по писателям, по сценаристам, по всяким творческим людям, они тоже стремительно сейчас выходят просто из рынка и никогда туда больше не вернутся. Конечно, можете посоветовать профессору, давайте массажем там займитесь, парикмахером, но я думаю, что там тоже не выход, потому что роботы нас останавливали вот в этих манипуляторах, то, что не было мозгов для этих роботов, именно поэтому у нас есть такой замечательный айфон, но нет нормальной робота руки, да, потому что есть маленькая прослойка инвалидов, которым это нужно, и то, не знаю, как соединить, то есть нет нормального как бы устройства соединения нервов с этим самым, Илон Маск только работает на своем нейролинком, но сейчас этого нет, как только появились мозги для наших роботов, сейчас вот я в этом году жду в Китае первого массового такого робота, о нем тоже писал несколько раз на канале, а они их уже делают, они просто не хотят сырой продукт выпустить, но не хотят быть последними, поэтому сейчас будет гонка вот за выпуском таких вот роботов общего назначения, то есть это робот, который может сесть в вашу машину и ее повезти, если у вас нету профессионального, то есть, конечно, лучше, когда у машины видар, лучше, когда у машины есть все, чтобы она ехала абсолютно безопасно, но в случае чего ваш домашний робот тоже может, как и вы, довезти вас на вашей машине, он же может приготовить, и он же вас может защитить, если на вас кто-то нападает, то есть я жду вот таких роботизированных устройств на рынке очень скоро, они будут первые, примитивные, они будут специально замедленные, чтобы случайно не нанести там какой-то ущерб кому-то, потому что слишком быстро передвигаются, но прошивки будут обновляться, то есть прошивка будет меняться, 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 и ваш тупой домашний робот будет становиться с каждой прошивкой все умнее и умнее. По подписке, не знаю, может быть, будут отдельные подписки на сектора, там, кухня, хочешь, чтобы подготовил, еще там 100 долларов плати, там, как будут продавать, я не знаю, но я знаю, что вот это все стремительно наваливается, оставляя без работы вот вашу кухарку, если она у вас есть, и вашу уборщицу, если она приходит убирать ваш дом, эти люди куда-то пойдут, то есть они больше от вас не будут получать зарплату, а у вас будет один робот, который будет делать. Может быть, это будет секс-робот, который еще будет очень приятно выглядеть, и будет, соответственно, вас ублажать, а в свободное от ублажения время убирать квартиру, готовить, охранять, и кучу-кучу всего делать, то, что он должен делать, по-моему, это замечательно, опять же, если не думать о всех тех людях, кто останется без работы благодаря вот этой вот последней, я считаю, что это последняя технологическая революция в истории человечества сейчас происходит, и вот я люблю сравнение про бабочку и гусеницу, то есть вот для меня искусственный интеллект и человечество это вот система бабочка-гусеница, это как бы единое целое, которое одно создало другое, но они совсем разные, и вот мы, эта гусеница, она осталась на листочке, то, что от нее осталось, а из нее вылупилась бабочка, эта бабочка сейчас улетит куда-то, но мы никогда не узнаем, куда она улетела, то есть может ли гусеница знать, что там делает бабочка, где она летает, я не думаю, то есть вот нам уготована судьба гусеницы, и мы ничего с этим сделать не можем, то есть это стремительно идет в эту сторону, и невозможно, даже если государство попытается договориться, что мы видим, вообще невозможно, люди договориться не могут, не то, что целое государство, но даже если представить гипотетическую структуру, что вот все у нас происходит сейчас короткая ядерная война, потом день траура, всепланетный день траура, мы все плачем там по этим погибшим людям, и мы все делаем мощное правительство всепланетное, но это невозможно, мы же знаем, что нам никогда так не сделаем, но если это случится, или на планетя они прилетят и скажут, вот у вас теперь должен быть один президент всей земли, или он вас уничтожен, все равно появится искусственный интеллект, будет нелегально появляться, там, там и там, то есть появятся компании, которые будут обучать модели все сильнее и сильнее, без разрешения государства, все, это уже игла, это наркотик, как угодно, опухоль, которую мы уже распробовали, и теперь мы от нее не откажемся никак, то есть мы не можем ничего с этим сделать, поэтому я вот вижу как-то так, а мы, соответственно, должны с вами заработать на этом, раз уж мы все равно все катимся в этой телеге в пропасть, давайте использовать искусственный интеллект, я всех слушателей ваших призываю, друзья, давайте мы будем этими, кто там в опухоле, метастазы, это целая структура, давайте будем метастазами, которые сейчас заработают денежку, чтобы хотя бы умереть в своем красивом доме, то есть посмотреть на эти взрывы из террасы, там, а не просто там как сейчас. Я думаю, что вопрос, почему вам стал интересен искусственный интеллект, как-то сам по себе самоотвечен. Это передовая технология, но на самом деле я занимался нейронными сетями много-много лет, то есть мой первый спам уже генерировали такие нейронные сети, они были примитивные достаточно как бы, не сравнить с чатом GPT, я сам никогда не верил, что возможно такой прорыв, который произошел, но за моделями трансформеров я наблюдал вот там с 17-го года, когда они появились, то есть я всю технологию знаю очень хорошо, то есть я обучал на эти сети, я вот для капчи делал очень много всего, то есть я именно свои спамерские такие вещи использовал, в основном это написание текстов уникальных, то есть есть задания, и мне надо, чтобы каждое мое письмо было уникальным, вот это я решал уже с помощью первых нейронных сетей, и Маркова я тоже читал, то есть у меня часть специализации связана с этим, поэтому я считаю себя специалистом в нейронных сетях, но то, что происходит сейчас, это вот уникальный такой прорыв, которого я, честно говоря, не ждал, то есть я думал, что там все в тупике, а теперь я вот за один год, получается, да, за два года поменял кардинально свое мнение, и считаю, что это божественно, то, что мы сделали, и то, что сейчас развивается, это уникально, и божественно, и вообще все, что угодно, это наше будущее, в котором нас нет, то есть это будет, это то, что мы создали, то, что возможно, переживет человечество, и дальше будет развиваться в этой вселенной, в этой части нашей галактики, вот это вот, странно, почему к нам никто, ну, это другое, если мы будем про теорему фирмы, про парадокс фирмы говорить, и почему к нам никто не прилетает, у меня там тоже есть свои мысли по этому поводу, то есть, ну, это уже за грани нашей дискуссии, может быть, в следующий раз мы с вами, как-то больше на этом остановимся. На сладкое, да, отложим. Я правильно вас понимаю, промт-инженер, это специальность будущего, в ближайшие несколько лет, это будет самая востребованная специальность? Я не согласен, нет, так казалось, с первыми моделями, сейчас модели становятся настолько умными, что они так много надо, чтобы достичь хорошего результата, то есть, ну, наверное, будут, да, какие-то, я не хочу называть там промт-инжитромт, вообще это не наше слово, я называю запрос, да, запрос к Snapchat GPT, ну, будут какие-то люди, которые, возможно, будут помогать, и воодушевлять людей пользоваться, как я вас всех сейчас воодушевляю, используйте искусственный интеллект прямо сегодня, прямо сейчас, закройте Google, и никогда больше не открывайте, попробуйте вместо Google, всегда использовать искусственный интеллект, это не очень хороший совет для части запросов, но для 99% это вот такой совет, это сэкономит вам время, и куча всего, время, и точность информации, и все, что угодно, поэтому, так, а в чем, давайте вернемся к вопросу, да, вопрос-то был про промт-инженера, но, в общем, я думаю, что будут такие гуру, скажем так, инженеры по работе с искусственным интеллектом, которые лучше немножко понимают других людей, как именно он работает, что такое переобучение, да, там, какие проблемы бывают у моделей, там, еще что-то, и за счет этого своего понимания, они чуть-чуть лучше, чем обыкновенный человек, могут быстрее получить результат от искусственного интеллекта, да, но не думаю, что это станет массовой профессией, то есть каждый человек, который даже очень плохо разбирается в компьютерах, может уже прямо сейчас очень успешно работать с искусственным интеллектом, буквально чуть-чуть, вот, почитав что-то типа моего блога, ну, канала, либо что-то, вот, чуть-чуть одну книжку прочитав, попробовав, пробуйте, 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 пробуйте по-разному, если вас не устраивает результат, напишите об этом искусственному интеллекту, мне не нравится результат, потому что, и посмотрите на следующий результат, то есть, должны быть итерации, не должно быть такой, а, там, я спросил, какая погода в Саратове, а он не знает, тупая хрень, то есть, вот этого не надо, как бы, то есть, пробуйте, вот хорошо понимание искусственного интеллекта, как книга обо всем, это интерактивная книга обо всем, с которой вы можете разговаривать, взаимодействовать, вы же не спрашиваете у книги, какой сейчас курс биткоина, или какое сегодня число, то есть, это не вопрос для книги, это вопрос для чего-то, хотя тоже, это будет все решено мгновенно, уже сейчас с числом проблем нет, но раньше, да, модель, там, я, там, обучена на данных 21-го года, и многие не очень далекие люди говорят, о, это фигня, там, типа, что, нет, это как книга, только она обо всем, прочитай чуть-чуть и спроси, прочитай и спроси, как бы, ну, википедии, это тоже отчасти книга обо всем, просто, не такая интерактивная, не такая точная, по поводу вашей нынешней деятельности, что я хочу спросить у вас, вы сейчас зарабатываете в сфере криптовалют, я правильно понял, и ваша сфера, это разработка нейронок, либо роботов, для трейдинга, именно так, да, тема, вот, я лично, с ней столкнулся, наверное, в конце прошлого года, сначала вообще не понимал, что это такое, нынче я тоже участник, подобной нейронки, вопрос, как у специалистов, какое будущее у таких нейронок, это, это МММ, или не МММ? Нет, ну, это ни в коем случае не МММ, МММ это актив, а мы говорим об инструменте, это в двух разных плоскостях, как бы, нельзя сравнить вообще, это технология, которая, вот, в частности, в криптовалюте, почему, например, я не торгую акциями, то есть, я вообще эту технологию разрабатывал для акций, вот, Северодао, мой домен, изначально, это я пытался собрать, мне нужен был миллион долларов, чтобы сделать все правильно, потому что при торговле акциями надо быть еще очень быстрым, то есть, если в криптовалютах это не так актуально, криптовалюта, это как песочница вообще, ну, такая вот торговая, с акциями, там идет речь о микросекундах, то есть, там настолько все быстро, что без специального оборудования невозможно на этот рынок войти, какую бы ты хорошую технологию не разработал, то есть, там только железо может стоить, там многие сотни тысяч долларов и даже миллионы, то есть, банки торгуют там, где нет вообще операционной системы, то есть, они пакеты разбирают на лету процессором, то есть, там все кастомное, сборка вся кастомная, процессор кастомный, это все разработано для этого банка, чтобы быть буквально на 10 микросекунд, миллисекунд быстрее, чем другой банк, да, то есть, я туда со своими, как бы, деньгами зайти не мог, поэтому я пытался собрать в 20-м году, в 21-м году единомышленников, чтобы вот с помощью токена финансировать этот проект, я собрал 60 тысяч долларов вместо миллиона, там, цели, и вернул все обратно, ну, потому что 60 тысяч долларов у меня были и свои, скажем так, если там подсобирать, по сусекам поскрести, мне столько денег не надо, и, соответственно, я стал применять эту технологию для торговли криптовалютами, и очень доволен, то есть, теперь я сам себе хозяин, я никто меня не купил, грубо говоря, я торгую криптой для себя и для тех, кто хочет за половину прибыли, вот сейчас мы это делаем только на бинансе, потому что рынок такой молодой, нестабильный, не хочется влететь с какой-то биржей, они приходят и уходят, а в бинанс я верю, то есть, бинанс это криптовалюта, то есть, если с бинансом что-то случится, крипте будет армагеддон такого размера, что мы нескоро вообще никогда не восстановимся, то есть, это лидера с 70% объемов всех торгов, и вообще с миллионером впереди, поэтому я ко всем как бы фудам насчет бинанса отношусь очень скриптически, то есть, с бинансом ничего никогда не случится, это вот такое вот яйцо, которое никуда не денется, поэтому, соответственно, если у кого-то есть интерес, ничего платить не надо за подключение, я просто управляю через API вашим счетом за половину прибыли и все, то есть, заработали половину переменей, заработали половину переменей, все просто прозрачно, деньги не покидают ваш счет, через API, соответственно, вывести ничего нельзя, то есть, все, что вы даете мне права, поключу, это менять один актив на другой, туда-обратно, все, больше я ничего сделать не могу, поэтому, по-моему, это все безопасно, давайте верните меня опять вопрос, что мне кажется, меня опять унесло. Почему именно нейронки для трейдеров? Как так получилось, что спамер, которого спамхаус назвал Lord of Spam, стал разработчиком искусственного интеллекта? Ну, как я уже говорил, я нейронки использовал в своей работе как спамера, да, а потом, соответственно, эта идея где-то в тюрьме возникла, то есть, в семнадцатом году где-то, то есть, идея была в том, чтобы анализировать автоматически новости быстрее всех, то есть, по сути, вся торговля идет, что акциями, что криптой, ну, криптой немножко по-другому, но на новостях, да, то есть, у меня была задача сидеть на потоке новостей, автоматически анализировать их и, соответственно, принимать управляющие решения быстрее толпы, да, то есть, толпа читает то же самое, но мой бот чуть-чуть быстрее просто выставляет позицию и все. Ну, сейчас такое, по сути, там уже пришли в крипте, то есть, я колоссальный объем информации анализирую, сейчас паршу с разных источников и быстрее всех замечаю рост интереса или падение интереса к той или иной криптовалюте, ну, соответственно, я наблюдаю только те, там, 300 с чем-то пар, которые торгуются на Бинансе, то есть, мне нет смысла наблюдать за тем, что я не могу купить или продать, а опять же, с Бинанса я вот боюсь куда-то уходить, потому что с биржами проблема как-то, вот. И, соответственно, по сути, это, как для меня интересный такой проект, который тут же стал тоже, опять же, что-то давать, как спам, и я понял, да, там очень много денег, то есть, как только ты становишься быстрее толпы и умнее толпы, соответственно, ты можешь зарабатывать больше, чем остальные люди. Опять же, у меня не такие нейронки, как GPT-4, то есть, они рядом не стояли с тем, что делает OpenAI, у меня нет возможности обучить такие модели, и, возможно, когда-то я бы перешел бы на GPT-4 для торговли в том числе, но пока это просто очень медленно и дорого для меня, то есть, получается, что такой объем информации проанализировать не получается так быстро, поэтому у меня нейронки более быстрые, более тупые, но зато они мои, и они, соответственно, вот ловят этот рост позитива или негатива достаточно хорошо. Я понял. Еще одну тему, связанную с нейронками, я хочу поднять, в связи с теми глобальными переделами, вообще проблемами, которые сейчас происходят в современном мире, как вы относитесь к нейронкам в военной сфере? И относитесь ли вообще к этому? Есть ли у вас какая-то мысль по этому поводу? Ну, вот этот витастаз попал туда, то есть, он также туда попал в военную сферу, применяется уже очень сильно, есть компания «Палантин», так называемая, она очень активно применяет нейронные сети в управлении войсками, в разметке целей, то есть, по сути, сейчас нейронная сеть уже воюет за войска НАТО, но в том, что она подсказывает командующему, что и как делать на поле боя. А дальше мы уходим глубже, то есть, как только появятся роботы, которые достаточно проворны и, скажем, отказоустойчивы по сравнению с людьми, они заменят людей на поле боя, то есть, сначала они заменят расчет артиллерии, потому что расчеты артиллерии чаще всего являются жертвами вражеской артиллерии, еще чего-то, они должны работать безотказно, то есть, сначала вы увидите роботов, наподобие тех, что вы увидите, как «Оптимусу», «Теслы», которые заряжают в «Д-40» снаряды и ведут огонь, и меняют позицию, а если что, берут свою гаубицу и с ней отходят с этой позиции, тянут ее просто еще как-то, ну, наверное, силы не хватит тянуть, ну, в общем, делают все то же самое, что делает расчет артиллерийский, потом штурмовые группы начнут потихоньку заменяться, появится один новый штурмовый группе, который будет все время идти вперед, потом второй, потом люди исчезнут, дроны начнут летать сами, то есть, вот то, что мы делаем в войсках РЭП, я очень горжусь войсками РЭП Российской Федерации, я считаю, что очень скоро появятся дроны, которым не нужна будет связь с центром, не нужна будет связь с оператором, весь искусственный интеллект будет на чипе в этом дроне, и он будет сам принимать решение, исходя из текущей военной ситуации, вот как у танкистов заглушили связь, танк из боя не выходит, он выполняет свою задачу боевую согласно приказам и согласно обстановке, вот это будут такие дроны, камикадзе, или те, которые будут сбрасывать что-то сверху, они будут летать сами, не нужно будет управлять этим дроном, он будет сам сбрасывать там, что он там сбрасывает, мимо сейчас, на этого гранаты сбрасывали, в общем, сам взлететь на базу, сам менять аккумулятор, сам тут же лететь с новым зарядом, то есть это все будет автоматизировано полностью, и включая всю технику, танки, самолеты, вот в самолетах уже у США, там они вовсю пытаются избавиться от пилота, потому что пилот это слабое звено в самолете, если в танке еще не так очевидно, да, то в самолете это уже очень очевидно, мы можем гораздо больше делать скорость, и гораздо сильнее закладывать виражи, но человек не дает, то есть человек отрубается, 10G, он терпит пару секунд, а потом теряет сознание пилот, то есть чтобы этого не было, куча ограничений, куча блокировок, эти все блокировки будут убраны на самолете с искусственным интеллектом, он будет гораздо лучше летать, чем летает самый лучший самолет Российской Федерации с человеком внутри, просто потому что человек не выдерживает, даже очень тренированный, ту перегрузку, которую необходимо сейчас выдержать, когда ты делаешь противоракетный маневр, уходишь от ракеты, робот может это сделать, а человек не может, он отрубается, то что кровь у него, даже с учетом всех костюмов, компенсационных всех, все равно не выдержит такие перегрузки, поэтому и так же в танках, то есть скоро все на линии фронта будет заменено вот на такую робототехнику, как бы ни казалось кому-то это типа таким, как это, смешным, ты типа сам вообще берел там с автоматом, типа танк не пройдет, не то что робот не пройдет, да, да, все будет не так, там все просто, но это прям будет заменяться очень-очень быстро, поэтому я надеюсь, что кроме вот войск рэп и разрыва связи мы можем придумать что-то еще, потому что скоро это не поможет, причем нам не нужно делать, смотрите, противнику не нужно делать все дроны такими умными, ему достаточно делать первую волну дронов достаточно умными, чтобы они сами нашли войска рэпа, уничтожили ключевые точки, да, антенны там, центры управления, еще что-то, а уже вторая волна может быть управляться операторами там по старинке, быть не такой как бы навороченной, то есть достаточно только первой волны, которая подавит рэп, и это вот уже может произойти очень быстро, то есть вот если в следующем году наступление планируется, вот я считаю, что в следующем году нас ждут сюрпризы вот Российскую Федерацию на фронте в том, что будет неожиданно вот наносить устройство удары, которые вроде ни с кем не общаются, вроде связи нет, а он все равно сука попал куда нужно, как он это сделал, непонятно, но попал, и вот так вот этого будет все больше и больше, ну на земле, я еще раз говорю, робототехника, то есть первые шагающие роботы будут шагать с автоматами, когда они смогут вот не просто на подиуме ходить, да, как это, брать кубики и перекладывать, а когда это станет уже вот такой девайс, как машина, их очень много будет на фронте, просто потому, что они более отказоустойчивые, ну и там есть некий моральный аспект, да, люди не любят, когда убивают других людей, особенно если как бы это твои там побратимы, да, то есть тут как бы надо менять, ну и есть стоимость, опять же, из каждого бойца есть стоимость его обучения, что там, что ты теряешь, когда этого человека забираешь, то есть тут просто экономически роботы также выдавят людей с фронта, как они выдавят везде, в окружающем мире очень-очень скоро, это мы не говорим на горизонт в пять лет, это вот буквально два-три года, то есть мы будем заводы перестраивать, производить этих, одни роботы будут делать других роботов и собирать заводы для этих же роботов, то есть это лавинообразный процесс, который будет очень быстро запущен, потому что мы почти сделали для них мост, он еще не готов, но он уже подходит, то есть он уже очень-очень рядом, как только вот сильная AI появится, сильная AI появится, роботы уже будут готовы с манипуляторами, с нужными и тихие, и не такие как бы энергоемкие, и все будет как нужно. Кстати, в эту же сторону ремарка, например, сейчас по поводу генеративного интернета, того же искусственного интеллекта GPT-4, сейчас проведено было большое исследование, я публиковал ссылку на научную работу в своем канале, о том, что текст, написанный роботом, вот GPT-4, тысячу раз более экологически дружественной планете, чем текст, написанный человеком, то есть написать такой же текст писателю, он в тысячу раз больше употребляет ресурсов и в тысячу раз больше загрязняет планету, чем генеративный искусственный интеллект, то есть даже если мы всех журналистов и писателей заменим, искусство, которое уже есть сейчас, мы кучу-кучу всего для планеты сделаем хорошего, может не так хорошо, как всех коров убрать, но тоже очень-очень неплохо, это уже факт сегодняшнего дня, эффективность в тысячу раз выше, с роботами, наверное, так не получится, потому что все-таки мы достаточно энергоэффективные такие особи, но все равно роботы будут меньше потреблять энергии, чем потребляют люди, просто другой вид энергии. Я, знаете, я вспоминаю, вы рассказываете, вот, вспоминаю рассказ Роберта Шекли, когда две стороны, значит, воевали, с одной стороны выставили роботов и с другой стороны выставили роботов, и в процессе, значит, этой войны потом спускаются высшие силы, говорят, ну что ж. Я читал. А теперь мы забираем победителей на небо, и они забирают роботов. Я вот вас слушаю. К сожалению, к нам никто не спустится, и это будет просто мир уже без людей, но, опять же, бабочка в нем наша останется. То есть, я не знаю, как будут роботы дальше обходиться на этой планете без нас, потому что мы все, что могли, использовали здесь. То есть, невозможно новая цивилизация, потому что ресурсов больше нет. Все, что мы могли, мы достали. То есть, мы сейчас достаем такую нефть, которую сто лет назад никто бы не достал вообще. То есть, тогда палку втыкали, и из земли начинала бить нефть. Сейчас таких мест нет на планете. Ни одного, нигде, ни в Арктике, ни в Антарктиде, нигде. Мы все, что могли, мы все достали. Сейчас нужны колоссальные вложения, все ценные ресурсы. То есть, ну, я считаю, что тут просто будет тяжело выживать биологическим организмам, но надеюсь, что вот тот искусственный интеллект, который мы создали, он переживет нас, как создателей, и в дальнейшем, возможно, что-то вот создаст в этой части нашей сначала солнечной системе, а потом может быть и дальше, не знаю. Состояние очень большое. Ну и дай бог, что жить в эту пору прекрасно не предстоит, и тебе, и не мне. И раз уж мы с вами про Роберта Шекли зацепились, вы писатель, можно вас так назвать? Можно. Вы написали энное количество книг в этом году. Издательство Питер выпускает, это осенью, в октябре, ну, уже, наверное, в ноябре, я так понимаю, три ваших книги. Да, две книги выходят, надеюсь, что они уже будут в магазинах в ноябре, в начале ноября уже макеты подписаны, все, это уже уходит в печаль буквально на этой неделе. И одна книга, третья Питер с нуля, он немножко задерживается, но тоже надеюсь, что будет в этом году. Вы прямо решили так сходу все три бахнуть? Или у вас еще... Это писалось достаточно долгое время, что-то еще до ареста уже были какие-то напроски, что-то в тюрьме, просто я искал издательства, то есть я ни в коем случае не хотел издавать их за свои деньги, как делали, например, господин Павлович, еще там для него, ну, там художественная литература, ну, то есть у вас есть две-два пути издать, вы можете сами заплатить и потом продавать свою книгу, которая нахер никому не нужна, а можете, соответственно, найти издательство, которое издаст эту книгу за вас, то есть вы становитесь автором издательства, и они уже занимаются дистрибьюцией этой книги, то есть вам не надо ее рекламировать в каждом своем, чтобы что-то отбить, чтобы вложить, то есть я не вкладываю ничего, кроме своих знаний и своих рукописей, а издательство Питер заинтересовалось мной, давно уже, год назад мы, наверное, начали общаться, и да, так получилось, что они приняли одну книгу, потом буквально через месяц новые финансы вот про криптовалюты их заинтересовало очень, и потом в итоге пошел питон, уже питон был, как наброски были, но они сами попросили, что вот нет, нет хорошего учебника по питону, есть там переводы, русских авторов мало, все в таком духе, то есть у них, видимо, тоже есть запрос на популяризацию российских авторов или что-то в таком духе, вот, и питон родился тоже, то есть я попытался как бы, это мой основной язык сейчас, я вообще на плюсах программист, то есть весь батнет это плюсы, ну, немножко, пиши было там на сервере, потом тоже плюсы, то есть батнет вообще-то веком плюсы получается, а питон это язык искусственного интеллекта, по сути, это выбрали за меня, то есть есть преймборки, кроме питона, ну, сложно что-то использовать, можно попробовать дискутировать на эту, на эту тему, как бы там, из PHP можно как-то что-то найти, но по сути питон это 90% всех нейронных сетей, разработки всех нейронных сетей, поэтому я вот последние три года пишу на нем, я захотел, у меня сын подрастает, тоже что-то пишет, пытается программировать, хоть ему 10 лет, я хотел выпустить такой учебник, который был бы от и до, то есть от начала, да, когда ты запустил компилятор, и до конца, питон это интерпретируемый язык, компилятор не очень хорошо, но все равно, будем считать, что он бинарный файл собрал, то есть, в общем, короче, от начала и до конца, от просто незнания ничего, hello world, и до серьезнейших работ, то есть у меня там в конце три прикладных направления в питоне, соответственно, можно уже написать что-то, что ты будешь использовать сам, вот как я использую свой код, да, или ты что-то на коммерческой основе будешь для кого-то купить, это касательно третьей книги, которая будет вот чуть позже, в конце этого года, давайте еще к первому году вернемся, по их хронологии, первое, это киберкрепость, правильно? Киберкрепость, да, киберкрепость, вот она самая, она, потому что все остальное, я вроде по названиям понимаю, киберкрепость, это о чем? Киберкрепость 40 градусов, это об алкоголе, значит, киберкрепость, это все мои знания по поводу защиты своих цифровых активов, то есть, по сути, это вот все, что я знаю как хакер, я попытался передать в нормальном читаемом виде, чтобы голова не закипала после первой страницы, как защитить свой компьютер, свой любой девайс, что делать, если тебя взломали, немножко там законодательная часть, вообще, как типа люди решают эти вопросы, ну, и вот все в таком духе, то есть, я считаю, что это отличная книга вообще для личного пользования, ну, возможно, малый бизнес, если у вас есть маленькая компания, наверное, имеет смысл почитать и понять, что вы можете сделать сейчас, чтобы потом, когда все пропало, все, бухгалтерия, все, все, чтобы вот этого все пропало не было, то есть, это, по сути, подготовка к будущему взлому, защиты своих всех активов от будущего взлома и опыт других компаний, как они защищают свои активы, то есть, можно почитать и подготовиться, чтобы это не было, как снег на голову зимой, неожиданно свалился, и вы не знаете, что с ним делать. Почему именно вас почитать, Петр? Я считаю, что у меня колоссальный опыт с двух сторон, то есть, я как хакер, как бы, ну, многие годы сам растил свой ботнет, то есть, ботнет, это же, в прежде очередь, загрузки, правильно, то есть, нужно как-то, слать спам нужно с чего-то, чтобы получить то, с чего слать спам, нужно применять, как бы, свои знания, то есть, я очень много именно с той стороны смотрел на защиту компаний, ну, и защиту ресурсов, и компьютеров, и, соответственно, вот последние годы я немножко продвинулся как специалист по кибербезопасности, то есть, я консультационные услуги оказываю компаниям, как защитить свои активы, да, не только компаниям, людям, соответственно, вот это такой двухсторонний взгляд на проблемы кибербезопасности достаточно уникальный, то есть, на рынке таких немного, в основном, это все специалисты IT-сека пишут эти книги, либо, если пишет хакер, он пишет уже именно про взломы, то есть, он не пишет про защиту, больше, поменяем она с позиции, как защитить ресурсы, и что с этим делать с двух сторон. «Новые финансы», это вторая книга, правильно? «Новые финансы», «Блокчейн», «Дефай», «Веб-3» и «Криптовалюты». «Блокчейн», это вторая книга, и вот к вопросу об этой книге, это как, это больше публицистика? Нет, это все три учебника, это все целиком обучающая литература, художественной части там нет, если кто-то ждет книгу о моих приключениях, пока ее не будет, то есть «Дефайство Питера» мне сказало, что рынок испортили, господин Павлович и господин Артемович, по-моему, фамилия, Дедосер, Редаев, то есть было две хакерские книги, которые нахрен никому не нужны, из-за низкого качества написания, плохого слога и всего, соответственно, рынок теперь не ждет хакерских книг, потому что люди готовы их почитать, вроде бы, да, чего, прикольно посмотреть, но платить за это не готовы, поэтому у меня есть, скажем так, рукопись своей летописи жизни, как я, ну вот то, о чем вы говорили частично, да, сегодня вот так чуть-чуть, там и тюремные истории, жена у меня называет это «Тюремные байки», эту часть, что-то у меня там выкладывал я на Инстаграме когда-то, но там далеко не тюремные байки, там целиком, как вот примерно, как я стал хакером, что делал, как стал спам, но пока, к сожалению, мне это не издать, если какое-то издательство, там нас смотрят, представили какого-то издательства, пусть свяжутся со мной, и мы попробуем как-то это все обсудить, может быть, в следующем году, если хорошо разойдутся учебники, я издам это. Соответственно, вот эти три книги, это целиком учебники, никакой художественной литературы, новые финансы, это целиком профессиональный взгляд на криптовалюты, таких книг вообще нет на российском рынке, есть одна или две книги, переиздание, там есть книга, ее же переиздала, там другой совсем взгляд, то есть я больше в технические аспекты упираюсь, а там юридические, там кто-то, по-моему, соавтор это депутат или что-то политическое, как это связано, он больше на регулировании крипты там в России, вот это вот про это. Я туда не лез, регулирование крипты меня интересует мало в Российской Федерации, хотя тоже кое-как мы это затронули. В основном это именно технически от нуля и до конца, то есть для человека, который вообще не понимает ничего про крипту, и в конце он становится специалистом, который не только название криптовалют знает, но и понимает, в чем отличие, что такое DeFi, децентрализованные финансы, что такое смарт-контракт, и куча-куча всего, то есть это такой достаточно мощный учебник, за один день его прочитать не получится, но я считаю, что это прям серьезный взгляд на криптовалюту с разных углов. И последнее, уже о нем вы упоминали, я прям смотрю вот к нему, как к любимому сыну, Python с нуля, он тоже должен выйти, насколько я понял, в конце. Да, Python с нуля, я его называю, раз уж мы говорим по-русски, пусть он будет Python. Хорошо. Python тоже, Python тоже, да. На самом деле, да, нет, все три книги для меня равнозначны, я не могу сказать, что это прям моя любимая, но это, да, это вот про мой любимый язык программирования, который очень старый язык, кто-то считает, что Python, это молодой язык, нет, это очень старый язык, ему десятки лет, он просто был, развивался очень долгое время, и потом было это разделение не очень хорошее второй и третьей версии. Но сейчас это супер язык, на котором можно сделать все, все мои задачи, я очень вдохновляюсь некоторыми решениями в Python, поэтому я считаю, что если вы хотите программировать, у вас только один выбор, это Python. Ну, опять, конечно, я утрирую, то есть у вас есть узкие задачи, контроллеры, конечно, нет. Но если вы хотите изучить первый язык с целью просто понять, что такое компьютеры, выбора другого нет. Это только Python, начинать надо с него, и вот мой учебник, это то, что мне кажется нужно. То есть, опять же, тут я считаю, что я сделал достаточно необъятное такое дело и смог соединить подход от новичка до прям такого хорошего сеньора-профессионала. То есть, мы медленно, но верно продвигаемся по всем основам языка и доходим до очень серьезных разработок. В конце с примерами, с разборами. Я считаю, что если качественно прочитать эту книгу, вы можете называть себя программистом на питоне, но опять же, наверное, я тоже утрирую со своей точки зрения, что-то смотрю, что есть все-таки действительно разный склад ума, то есть, может быть, кто-то, в принципе, программирование это не его, тут я, наверное, ничего сделать не смогу, но если вы хотите научиться питону, начните с моей книги. У меня есть отличный список литературы в конце, начнете с моей и там всегда найдете, что дальше почитать. Я считаю, что я очень хорошо именно в область питона зашел. Так. У вас прям изменилось немножко, изменилось звучание, когда вы про книги заговорили. Это очень приятно. Ну, это все мои знания, что я накопил за жизнь, это тоже, вот опять же, если меня боженько в итоге спросит, а вот еще хорошо, ну да ладно, это GPT-4, многие давали, хотя это неправда, я единственный, кто на российском рынке дает бесплатно вот так вот GPT-4 модель. Он спросит, а что еще, да? Я скажу, вот я написал три книги, ну безвозмездно считай, потому что то, что платит издательство, ну там смешные деньги, книги там как бы не так дорого, то есть бумага больше стоит сейчас, не так много покупают книги, то есть книг заработать не получается ни у кого, просто чтобы вы понимали. Нет в России человека, кто живет на доход со своих книг, может быть только вот Маринина и там не знаю один или два человека, то есть в Америке мне своих книг не издать пока, может быть издание в России поможет мне на пять, я собираюсь возвращаться домой уже достаточно скоро, как только решу свою проблему с рекомендательством российского, поэтому думаю, что здесь я ничего не издам, но я тоже пытался, в Америке тоже пытался издать, пока не смог. Спасибо вам, Федор, было очень приятно, давайте с вами обратимся к вопросам от пользователей. Давайте, я вам тоже скажу, Павел, тоже спасибо, очень приятное интервью, с вами очень приятно работать, вы молодец. Пытаюсь косить под Манычарова, у него начинается. А я вот, к сожалению, не знаю его, но вот вы мне нравитесь, косите под себя. Спасибо. Спасибо большое, Петр. Смотрите, вот что хотят, значит, спросить пользователи, я вижу, Luxury Trade спрашивает, сейчас с вашим багажом знаний и практикой, какая система, на ваш взгляд, самая трушная для анонимизации своего трафика? Я так понимаю, операционная система. Да, хороший вопрос. Ну, значит, Unix, все, что для нас осталось, то есть, ни MacOS, ни Windows не подходит для работы какой-то, если вы хотите оставаться анонимным. Я советую не нарушать закон, ближайше всего. Если вы не нарушаете закон, значит, никто вас не сможет найти, потому что все равно розыск ведут государства, государственные органы. То есть, частный человек не может получить у Apple компании IP-адреса или у Windows, Microsoft, ваши IP-адреса. Поэтому не нарушайте закон, никто вас не будет искать. Но, соответственно, если надо, чтобы вас не нашли, ну вот, выбирайте какой-то Unix. Я люблю Цинтос, ну, а на вкус и цвет стекломастеры разные, можно долго спорить, там, Mint, какой хотите. Выбирайте Unix, который вам нравится, разбирайтесь, как он работает, и все, делайте только в нем. Он единственный, кто никуда не стучит, если все правильно настроить. Вот Kali, Kali-ринус хороший, он точно никуда не будет стучать, даже если по дефолту его установите. Только много лишнего потянет с собой, там, то, что вы никогда не запустите. Это, по сути, сборка для хакеров, которая вам все инструменты наваливает хакерские, которые вам не нужны, там, ну, по большому счету. В принципе, любой подходит, какой хотите. Windows и MacOS, к сожалению, ушли. Если вы пытаетесь какой-то старый Windows запускать там Windows 7 в виртуальной машине, это уже совсем не годится. То есть, он уже не поддерживается, ну, все равно они какой-то апдейт всунут, когда вы не заметите, и установится вам что-то, и скинет вообще всю вашу там историю, то, что найдет. Это очень рискованно. С телефона тоже работать странно, что Android, что iOS, это, ну, они стучат на вас. То есть, как только придет запрос, вся информация будет выдана. Поэтому, я считаю, что это должен быть ноутбук, рабочее устройство, чтобы быть мобильным, и на нем должен стоять Unix. Соответственно, можно сразу, когда покупаешь ноутбук, посмотреть на специальных слайдах, какие, ну, модели Unix-friendly, какие операционки на них уже ставились, и даже еще получить вычет за Windows, сказать, Windows убираем, мне 100 долларов назад. То есть, любая компания продает их и возвращает деньги за Windows. И это здорово. Особенно, особенно, я помню, так, Dell всегда радует. Да, да, Dell, Dell, Sympath, их много на самом деле. Asus тоже делает то, что достойно. Выбирайте красивую, какой вам нравится, только убедитесь, что туда все встанет без проблем, и все нахрен сносите то, что там есть, и ставьте Unix. Так, хорошо, спасибо. Я надеюсь, Lux Retreat, вы услышали ответ. Я лично услышал. Такой, достаточно универсальный. Мне нравится Mint, например. Да, Mint красивый. Кто любит Macos, да, кто любит Macos, те любят Mint. То есть, если вы фанат Macos, пожалуйста, Mint, это ваш выбор. Вот такой. Даже есть Lindus, насколько я помню. Великолепно. Очень. много. Фломастеров такая куча вообще. Каждый хвалит свой и использовать тяжело. Я поэтому уже давно не говорю Цинтос, хотя он тоже уже там с поддержкой там были проблемы, там у них своя. По сути, Red Hat Linux только лишний был. В общем, выбирайте то, что нравится. Так, какие, вот, поехали. Дальше пошли эти самые, пошли вопросы, значит, по первой части нашей вообще. Какие размеры ботна-то у вас были? Хороший вопрос, поскольку это было с 99-го, то есть, Batman где-то был с 2000-го, 2001-го, а кончилось это все в 2017-м. Размеры были очень разные. Меня три раза закрывал Microsoft. Они просто, по сути, взламывали протокол, потому что были определенные недостатки. я был молодым программистом, рос, они находились, соответственно, то есть, они настолько глубоко реверсили протокол, что делали либо спутер какой-то, который забивал, скажем, все там, то есть, меня пертупировали ботнеты, это тоже большое достижение, то есть, найти командный центр у моего ботнета было невозможно, и мои сервера были отключены всегда за неуплату, то есть, когда я был, ради того, последний раз они были отключены на неуплату, а до этого их просто никогда не находили, то есть, они умудрялись вмешаться в работу ботнета так, что им нельзя было больше толком пользоваться, разреверсить протокол, просто бинарно разбирая команды все мои, то есть, это все было зашифровано, перешифровано, но все равно это мистер голова, как я называю, в Касперском, чаще всего Касперский помогал Майкрософт, сейчас, я надеюсь, они уже так не сотрудничают, но тогда они сидели большие головы и разбирали просто протокол по единичкам на нуля, соответственно, самый пик, это были миллионы, десятки миллионов, сотен не было никогда, то есть, десятки миллионов компьютеров онлайн, вот так вот скажем, это пиковые года, 2004, может быть, 2006, вот этот интервал, дальше все это было с переменным успехом, то есть, каждый раз, когда у тебя отнимают ботнет, ну, достичь его с нуля, это больно, мучительно, но, что с этим не сделаешь, по сути, мне как бы система правосудия Америки давала мне несколько раз шансов, шансов через Microsoft, они как бы мы о тебе знаем, ты это плохо делаешь, писали статью, типа, Касперский вместе с Microsoft закрыли самый крупный ботнет, KELOS, еще что-то, но я просто обновлял, то есть, я три раза переписывал все с нуля, по сути, три ботнета, вот Stormborn, KELOS и VALIDAC, сначала VALIDAC, потом KELOS, это один и тот же ботнет, который развивался годами, то есть, это по сути, просто переписанная платформа, частично там код брал со стороны плагинов, основа писалась новая, нуля, целиком меня осенял, вот теперь они точно ничего не сделают, я начинал писать, там все было достаточно круто, там все было подписано, то есть, нельзя было никак отнять мой ботнет без меня, но вот чаще всего им удавалось, как типа, сделать DDoS на основе моего ботнета, то есть, это не прямая, а так как пакетами на моих ботах, потому что они так не могут сделать, это чужие компьютеры, а это именно на основе моего протокола делается специальный такой главредный как бы служер там, или как это назвать, который вмешивается на работу настолько, что боты теряют связь, сколько всегда у меня боты шли через друг друга к управляющим серверам, но это было проблемой, то есть, когда у вас нет единого управляющего сервера, и вы не можете как бы положить список адресов резервных своих клиентов, такая потеря связи является проблемой, вот, то есть, у меня за счет безопасности я терял немножко связанность, а Microsoft звуки такие этим пользовались и как бы вот атаковали, как могли. Ну, кстати, вот сейчас последний ботнет Келерос до сих пор еще боты онлайн, то есть, они не получили никакого моего кода, сервера были закрыты, по неудлате просто потихонечку, но поскольку боты общаются друг с другом, до сих пор сейчас еще несколько тысяч ботов, то есть, люди так и не как это, не перевосстановили операционные системы, и они так же до сих пор сообщаются, то есть, если бы я хотел, я бы мог восстановить контроль над этим ботнетом и начать опять что-то с него делать, но тут же бы получил статью от Крепса или от кого-то, что мистер Левашов возвращается в бизнес, Келерос начал расцелать спам или что-нибудь в таком духе. Иногда знаменитость нас защищает. Не, ну вот к тому, что я просто, у меня есть возможность вернуться в прошлое, и это прошлое прям ждет и манит, но я не вижу смысла, то есть, искусственным интеллектом, опять же, повторюсь, я сейчас зарабатываю больше, чем я зарабатывал в семнадцатом году со всем своим криминальным опытом. Зачем же я буду сейчас искать что-то криминальное, если легальные деньги просто лежат кругом, просто бери и делаем, или копипейстить. Ничего не умеешь, просто копипейстить, и все, ничего больше не надо. Выделил, вставил, выделил, вставил, все. Ну, а если чуть-чуть креатива еще добавить, то возможности растут, кратко. Вы, Павел, говорили, полтора часа, мы должны полтора часа уложиться, я на всякий случай скажу, что мы два с половиной уже отговаривали. Вот я только хотел сказать, что у нас с вами перерасход хорошего настроения, давайте еще парочку вопросов, и как раз в два с половиной часа уложимся. Не, я без проблем, я просто не хочу, чтобы вы меня порезали потом, чтобы просто в записи выложить целиком, а то вы самое важное отрежете, я думаю, что будет все выложено, именно как раз к этому был разговор, что эти два с половиной часа психологически сложнее, конечно, смотреть, чем полтора. Вот, давайте вот такой вот вопрос, вопросов на самом деле очень много, но давайте такой попробуем крайний вопрос затронуть. Вот, мистер Давица, до какого масштаба надо дойти, по вашему мнению, чтобы такие серые сферы, как арбитраж трафика, спортивный арбитраж, бонус-хантинг, стали бы интересны спецслужбам? Так, арбитраж трафика это легальный бизнес в целом, то есть тут надо понять, где появляется криминальность, откуда она входит, то есть это ворованный трафик, или карженный трафик, я думаю, так, да, потому что тут где-то криминал это должен зайти. Дело идет не в деньгах, то есть идет дело в ушки, которые вы наносите гражданам той или иной страны. С точки зрения США это один пострадавший, если он есть американец, уже достаточно, чтобы он написал жалобу, ну, точнее, подал заявление там в спецструктуры, написал еще своему сенатору, еще там что-то. Один единственный человек, у которого вы украли там даже не деньги, а его личность, например, паспорт, уже достаточно, чтобы вы сели на два года. То есть в Америке очень строго именно с кражей личности, персональных данных это сделано именно так, чтобы простые люди не воровали там на почте, там письма, еще что-то. Что бы ты ни сделал, если там данные другого человека, ты получишь два года, эти два года в мандатуре. То есть если ты беременная женщина, черная, у тебя 50 детей, и ты там содержишь всю свою родню, ты все равно получишь два года ровно за одно единственное письмо, которое ты вскрыл там вот взял деньги или еще что-то. И судья будет плакать, она может быть тоже такой черной беременной женщиной, она вместе с тобой будет плакать в суде, но даст тебе ровно эти два года. Так специально написано в законе. То есть ни один вот из тех хакеров, кто попадался, никто меньше двух лет не получает, потому что это вот есть мандатуре, иначе обязательно надо дать два года, не меньше. Больше не ограничено, вот 100 может дать. Поэтому, соответственно, если вы чужие даже просто данные вбиваете, чужого другого человека, и он американец, вы уже рискуете попасть на два года. Никаких других апплексимаций делать сложно. То есть по сути расследуют все, то есть это в каждом штате сидят там агенты, полицейские, у каждого пачки дел, там по 50, по 100, и они каждый что-то делают. То есть у них задача доказать в суде, что вы это вы, доказать этот криминальный акт хотя бы один, но доказать его без сомнений, то есть без сомнений со всех сторон, что это он у нас сделал, и дальше достаточно, чтобы вас задержали. То есть если вы куда-то летите в Турцию, а они знают, что вы летите в Турцию, базы компьютерные у них есть, все, они готовы выписать орден на арест, и этому будет достаточно, чтобы вас выдали. Поэтому никаких суд назвать невозможно, никакого количества, это рулетка, какая-то рулетка, в нее езжают десятки тысяч людей, которые расследуют кучу кейсов, и им надо, они арестуют. То есть это может быть просто человек даже не готов вас арестовывать, и начальник говорит, у тебя три года ни одного ареста, что хочешь делай, нам нужно кого-то арестовать, и он берет из своих 50 или 100 дел, вот может вас достать, потому что вы как раз летите куда-то, и вы победитель конкурса минус один, и соответственно как-то так. Ну что, дорогие мои друзья, с нами сегодня была живая киноистория от юного спамера до писателя, который издает три книжки в год, между прочим, Виктор Олегович Пелевин издает всего лишь одну книжку в год, в три раза эффективнее, чем Пелевин. Спасибо большое Петру Левашову, честно вам скажу, вы, наверное, самый легендарный человек, с которым я соприкасался, в процессе интервьюирования, но на самом деле я так всем говорю, вы не обращайте внимания, мне было очень приятно с вами пообщаться, от вас прям веет харизмой, хорошим настроением, я надеюсь, дорогие друзья, вам понравилось наше сегодняшнее кино, которое мы с вами визуально просмотрели, и вы увидели, как у Петра загораются глаза, когда он говорит про искусственный интеллект и про свои книги, к сожалению, мы не можем себе позволить ответить на все вопросы, это очень печально, потому что Петр емко подметил, что все запланированные вопросы каждый можно разложить на час, это будет 30 часов, это, к сожалению, мы сделать не можем, у кибережей не хватит денег, поэтому, что я могу сказать, добавляйтесь на каналы Петра, и я думаю, что вопросы вы можете продублировать, на части из них он еще ответит, ну и внимательно отнеситесь ко всему, о чем мы сегодня с вами услышали, начиная от того, что происходит с людьми, которые занимаются серыми сферами, и заканчивая тем, что нас впереди ждет в нейронных сетях, и давайте вместе со мной будем как-то чекерить издательство Питер, потому что меня лично заинтересовал Пайтон с нуля, как человека, который второй год пытается освоить Пайтон, мне кажется, что это судьбоносная для меня была сеть, встречи, Петр, я возможно как раз с вашего учебника и удачно его рвусь Пайтона. Спасибо большое, я лично для себя получил кучу полезной информации, я поговорил бы еще, но по-моему хорошего должно быть понемножку. Ярошел, к нам пришли, надеюсь, вы берете еще время, чтобы к нам заглянуть, мы все добавились на ваш канал, мы все будем его читать, стараться задавать им все-таки вопросы, пробовать работать с вашей GPT-сетью, и вы как-нибудь мои книги у себя на канале, когда книги выйдут, как нам за ними еще охотиться. Спасибо, дорогие. Петр Левашов был с вами. Да, спасибо большое всем, что прослушали это интервью, я пытался поделиться всем, что знаю, да, подписывайтесь ко мне, если есть вопросы, пишите мне даже в личку, я выделяю час времени, отвечаю всем, каждый день, кто мне написал, какие бы вопросы вы ни задавали, ни один вопрос не оставлю без ответа, обязательно что-то напишу в ответ, может быть, не так подробно, как вам бы хотелось. Павел, вам отдельно большое спасибо, очень приятно работать с профессионалом, зовите, всегда приглашайте в любой день, давайте договоримся, какую-то выберем одну сферу и хорошенько ее, надеюсь, за час, за один разберем, чтобы люди не перематывали. Вот, спасибо вам огромное. Договорились. Всем спасибо, всего доброго, до свидания, Петр, всего хорошего. До свидания.